Я не хочу работать с тем, с кем я не хочу работать. Вынесите это в анонс. Нахер мыло в жопе. Алло, слышь, я тебе бабок заплатил. Защищенность, а дальше как? Пока ты жив, твоя ситуация решается. Это навык. Он никак не привязан к деньгам. Рай в шалаше, это всё, конечно, клёво, но до первого дождя. Ну, может, прикол. А там трудовую надо было, понял? А у меня нету, я же не работал никогда. Итак, у нас в гостях Алексей Карбонит. Здоров, Лёха. Я на ту камеру, да? Привет, туда хоп. У тебя уже были подкасты? Ободные, да. Было, всё нормально. Ну, короче, смотри, твоя камера вон та, общая, та моя. Всё нормально. То есть, когда хочешь что-то зрителям, говоришь, что да. Коленка, если в кадре. А в принципе, мы с тобой разговариваем. Всё нормально. Итак. Пацаны, не забывайте подливать кипяточек, потому что чай навалили туда. Прям нормально, да? Да, надо подливать, он тогда... Не, ничего, нормально. Это ты понизнанке просто. Я прям уже чувствую, что мне уже нормально. Я знал, что я птиц своего надо было привезти. Но я сегодня на пешего, потому что... Ну, так. Мне бы так иногда покайфило. Это по Москве. У меня с женой мы съездили, там, зубки почистили, гигиену рта я сделал. Там пошёл в басики поплавал, душечку проплыл уже. И потихонечку, неспешно, зашёл, покушал там всё. И если бы знал бы, я бы зацепил бы чаёк. Нормально. Короче, первый раз я тебя увидел, знаешь, где? Где? Как ты думаешь? Ну, Эра у Димона. Ну, естественно. То есть, короче, смотрю, я трансформатора, и там у него вот эта его стройка, короче. И вот он то приведёт одного, то, короче, второго. Вот. И, ну, прям вообще, ну, я прям смотрю и думаю, ну, что это такое? И тут появляется какой-то чувак, который прям в дело говорит. Я такой думаю, о, интересно, короче. И потом был момент, я, короче, ждал, когда ты будешь у него в выпуске, понял? Да, реально, на полном серьёзе. Вот. Ну, и, наверное, с этого мы начнём. Это же было начало медийной твоей истории. Я сейчас не спрашиваю, сколько там настройки и прочее. Ну, я к Димону попал, мне что было... Это вообще как было? Что я двигал террасы, у меня был проект терраса-хаус. Мы делали террасы и фасады из лиственницы в основном, приоритетные. Я качал у меня партнёры в Сибири, и мы таскали оттуда деревяшки. Когда я услышал, ты сказал на прямой крепёж, я думаю, бля, он знает. Просто он знает, и всё, короче. Просто мне этого было достаточно просто. Ну, да. Ну, оно же так у нас и есть. Ну, и как бы у меня там была аудитория, конечно, там, тысяч 15, наверное, два. Не, не 15, больше, наверное. Вот 20 было. И потом как бы мы с Димоном заколабились, по чуть-почуть начали как бы двигаться там. Ну, медийная такая, ну, узнаваемость бренда, да, он меня усилил в этом плане. Ну, сто процентов. Да, по-любому. Ну, конечно. Ну, в этом-то и как бы история. У нас там взаимная такая. Взаимная коллаборация. Ну, по-любому там. Я понял. Слушай, а там тоже был Алексей Земсков. Ты же знаешь, кто это? Да, да, знаю. Что ты думаешь? А что он был? А я не знаю. Он был как перелив аудитории просто. Ну, да. Ну, а что, он в одном выпуске появился, что-то там разобрал. И ушёл. А он в стройке куда? Там стройка сплошная. Ты видел котельную? Конечно. Ну, там просто куда там Земсков? Ну, я не знаю. Он, конечно, вывез по-любому. Ну, просто у него не... Ну, как бы это не его тема. Ну, вообще. Там строй... Ты видел, что я там делал? У меня там экскаваторы. Мы на подводную речку там нарвались. Там такое водоотведение сделано. У нас тонули 180-е экскаваторы гусеничные там, понимаешь? И мне надо было там дренаж делать, зарывать. А Дима говорит, я хочу бассейн там ещё. Я говорю, куда мы тут утонем? Ну, СТМК построили, красавчики. Они построили на этом месте бани. Я говорю, ты хочешь бассейн? Я тебе построю тут бассейн. Проблем нет. Кэш, сколько ты готов? Ну, а мы в этот момент уже листаем там десятками просто. Потому что там, ну, техника, прикинь, грунт вывозится. Я представляю. И он как бы... Я же его переубедил на это озеро, которое с водоёмом у Серёга. И как бы озеро сейчас вообще просто кайф. Да, озеро прям нормально. А ты что это, бля? Для нашего региона это самое. Я тебя понял. Так, сейчас, а ну-ка, я тоже сториз бахну. И, короче, этот, да. И, ну, в любом случае оттуда усиление. Ну, у нас плотная работа. А Сиберия потом началась. Сиберия потом... Сиберия ты просто там консультировал, я так понимаю. Ты же не вёл её, да? Нет, там всё. Я же, у меня же одна из таких задач, как бы, выходить из этого, чтобы, ну, чтобы команда... Ты же тоже хочешь, чтобы команда работала? Сто процентов. Ну, вот и я тоже хочу, поэтому я туда уже... Я к этому иду прям сильно. Да, и у меня там уже работала моя команда. Я туда просто приезжал, и, знаешь, это состояние... Я не знаю, как у тебя был вот этот рост. У меня был вот так вот, я в бус, у меня был ВИТО. Я вот в нём гипсокартон, то, профиля. Последний раз залажу, когда... И у меня торчит маяк, по-моему, аж сюда, да, до лобового стекла. И я просто об него, фу, рву куртку, вылажу, блядь, дверь хлопаю. Говорю, больше я, сука, не сяду за него. Вообще, ну, уже когда накипело, когда ты в грязище постоянно, тебе надо завтра семью вести. Сиденья выкидываешь, закидываешь, эту шпаклёвку вымыл. Там ещё мусор остался с какой-то... Две тачки обязательно. Вот у меня фургон и машина. Ну, это я привожу к примеру, знаешь, почему? Потому что, ну, это точка кипения, после которой ты говоришь, всё, больше так не будет. Ну, как бы, у меня вот была... Из прораба, ну, в компанию я начал строить, когда я вылез и сказал, что больше так не будет. И вот тут такая же история, да. То есть ты сам управляешь проектами. Я понимаю, что я сейчас передаю управление большой проекту на несколько сотен миллионов. Второй вопрос. Это разные инструменты. Управленца и прораба. Конечно. Типа, в смысле, разные вещи. Ну, так это же разные ступеньки. Ну, абсолютно разные ступеньки. То есть я там вырос. У меня там получилось построить структуру, при которой я как бы из прорабов вырос руководителя компании. Ну, и группы компаний. У меня там террасы, дома, квартиры, ремонты и строительство было. У меня там четыре направления. И столярное производство ещё было. Четыре направления было. Ну, как бы. Но я всё равно пожары все сам тушил. То есть это всё настройки с клиентами. Сам, там, сам. Ну, непосредственно у меня уже снабжение было налажено. Всё это было. Но всё равно ты как бы руководитель проекта, так или иначе ты. И это начинает доставать. Ты понимаешь, ресурс какой у тебя. Невозможно. И вот этот как раз, ну, как раз на этапе с Димоном, когда мы работали, уже у него на бане. Это не то, что он прецедент. Это так получилось. Во время совпало. Потому что по всем объектам по своим я назначал уже руководителей проекта. Я уже старался физически. Я понимаю, что хуже будет. Но я выдёргиваю себя. Мне надо приехать на объект, встретиться с клиентом. Я понимаю, что это сейчас, это мне сейчас усилить. Сейчас это даже в кэше мне будет выгодно. Но я этого не делаю, потому что я на него. Я знаю, что он сейчас накосячит, потому что он молодой, неопытный. Или не молодой, но неопытный. Он не сделает так, как я хочу. Он не построит так диалог. Но тем не менее, я его оставляю, потому что через его ошибки он поймёт. Я пойму, как его наставить. То есть это по-любому надо пройти. И я их везде запишу. А можно без этого? Можно? Пацаны приходят в нашу сферу, скажем так. Я дома тоже строил просто. Больше по внутренней отделке. Они приходят, и сразу они в управление. Можно. У нас же есть, знаешь, я как говорю, ты строитель или ты занимаешься строительством? Для меня принципиально разные вещи. Ты можешь быть офигенным продажником, менеджером, кем угодно. И заниматься строительством. А можешь быть строителем. Вот я строитель, и у меня провал в менеджменте, понимаешь ты? Потому что в управлении, в финансах, во всём построении команды. Потому что у меня главная стройка. Я если заигрался немножко, то я туда в бетон по колено залез. Значит, мне надо самого себя оттуда потом вытаскивать. Потому что мне это интересно. А тут вот эти пацаны, которые ты говоришь, возможно, у них там, ну, они боги маркетинга и менеджмента. Может, Питер и Друкеры новые приходят. И они, конечно, им легче. Они просто подрядчиков собрали команду и идут. Но у них другая история. У них нету продукта такого, как у нас глубокого с тобой, понимаешь ты? И как бы тут каждый выбирает. Кайф, кайф. Да, так и есть. И эта большая проблема не выкладывается, да? Не выкладывается. Блин, долбаный VPN. Подключись к этому самому. Да у меня там VPN шикарный план. К этому. Try again. К Wi-Fi, может быть. У тебя не должно быть. I try again. У меня тут татуха новая про try. Это уже про возможность. Тут хорошо, когда можно, знаешь, try again. С жизнью ж так не сделаешь. Ну, если ты ее просрал. Try again уже не нажмешь. Не нажмешь. Не нажмешь один раз. Да. А многие думают, что у них будет. Да, да. Как и тело, да, наше. То есть многие не следят за ним вообще. Ты, кстати, постоянно плаваешь. Я вот вижу постоянно, ты постоянно бежишь и плаваешь. Чего бегаешь? Слушай, я не знаю. Я не представляю. Чистейшего кайфа нет. Ну, вот этот дофамин, ну, его просто нет. А что-то синька, наркотики? Нет. Нет, ну, как бы мне это неинтересно. Редко. Курю кальян редко. И то, полтора года не курил на Бали. Закурил там, там вайп такой. Сейчас про Бали подожди. У нас долго будет. Давай еще пока в России. Еще пока мы в России. Слушай, ну и смотри, а сейчас как структура у тебя? Ты ездил на Бали, опустили. Работает несколько руководителей проектов. Да. И ты ведешь сколько проектов? У меня есть директор. Я беру управляющих партнеров в каждый бизнес. В каждый проект? В каждый проект, да. Ну, то есть в каждое направление. По-любому должен быть операционный. Даже они-то не управляют. Ну, да, операционный директор. Фактически он так. Ну, управленческий такой. Ну, я бы… Операционный директор чуть-чуть не то. Не то. Потому что этот человек, который сейчас можно назвать его операционным директором, он перестанет им быть, как только мы выйдем чуть-чуть на другую ступеньку. Ну, я бы не хотел его так называть, потому что он… Ну, сразу вшивать ему этот ярлык. Потому что если… Я беру их, ну, в готовые… То есть я строю всю структуру, беру, говорю, чувак, вот ты мне нравишься, у тебя хорошие данные, ты меня усилишь. По системе, к примеру. Потому что я жутко не системный. Я не знаю, как я к тебе сегодня вовремя попал. Я везде опаздываю. Всегда. Кто ты по знаку зодиака? Лев. Ну, как бы… Ничего, ничего. Да. И как бы вот я бы не хотел, потому что мне нужны в команду такие люди, с которыми я пойду дальше, 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 дальше. То есть сколько он сможет вытаскивать, он будет тащить. Знаете, сколько на него должен… У меня пацаны есть вот здесь за этим стулом сидит чувак. Он, короче, ко мне подошел в 14-м, наверное, году. А может раньше. Тупо на выставке, говорит, есть где ночевать? Я в Москву только приехал. Он до сих пор здесь. Есть пацаны, кто со мной вообще долго. Андрюха, вот оператор. Просто он приехал, короче. Он, короче, просто приехал ко мне на стройку оператором. И я ушел, возвращаюсь, короче, а мне Женя, вот этот же тип, он такой говорит, ай, типа, блядь, что за тип? Он стоит щит, крутит отвертку. Это кто, блядь, вообще такой? Это вот, ну, Андрюша, оператор. Все, он с нами там уже сколько там, не знаю, 4-5 лет. И много людей, некоторые там по 17 лет. А когда ты приехал? Конфузы есть. Слушай, 4 года назад я приехал с рюкзаком в Москву. С рюкзаком. Ты быстро двигаешься, молодец. Но у меня было знание. Очень важно. Я приехал по ним. Ты в Ростове до этого работал? Ну, у меня все нормально было в Ростове. То есть, про что я говорю? Приезжайте в Москву все, все будет хорошо. Но если у вас в вашем городе херово, вас Москва сломает и просто закрутит вот в эти самые... Я когда приехал сюда, я ни машину не взял, ни инструмент, ничего. Я просто приехал с рюкзаком на объект. Но у меня были компетенции, я знал, что нужно делать. Да, объект крутой был, но я его вывез. Мало того, что вывез, и все остальное. И дальше пошло. Все, 4 года в Москве. И как бы, ну, я новую жизнь начал. Знаешь, так вот просто то и после. Вот такая история. А еще готовы такие шаги делать? Слушай, я, короче, недавно задумался. Честно сказать, нет. А с одной стороны. А с другой стороны, вот если прижмет, мне вообще похер. Вот я уеду куда угодно. Вот куда угодно. Я, короче, задумывался о том, чтобы, типа, там, поехать на Бали. Типа, как ты поехал. Я именно, у меня даже этот период, когда ты поехал на Бали, я больше смотрел тебя, чем, короче, до Бали. Хотя, в принципе, я наблюдаю. То есть я мало за кем наблюдаю. И, короче, прикольно. То есть у меня есть знакомые. Понимаешь, у меня есть клиенты уровень мира. То есть есть клиенты уровень Краснодар, Ростов. Есть клиенты уровень Москва, да, там, повыше. А есть клиенты уровень мира. И вот люди, уровень мир, с ними по-другому. Все мои клиенты уровень мир. Я с другими не работаю. У меня нет других клиентов. Естественно, ты хочешь к ним приказаться. Грубо говоря, ты там атрибуты, тачка, одежда и прочее. Ты перенимаешь, тебя уже все классифицируют как своего. Вот такая моя позиция. Если нужно, готов. Смотри, сейчас ты у тебя прострелила как своего. Да, давай, потому что потом он будет тошнить от него. Там же кофейно, знаешь, сколько? Да, ну, я знаю. Да, я еще хотел пролить, но, короче, нет. Ты сейчас прострелила, у тебя немножко между строк, что, типа, ты хочешь соответствия, иногда тебе это нужно? Да, ну, смотри, вот смотри, мне да. Ну, то есть, вот смотри, конкретно я чувствую, что, короче, мне неинтересно бывает общаться с некоторыми людьми. Дело не в бабках. Бабки – мусор. Бабки – это всего лишь, короче, проекция того, что ты делаешь для мира. Ну, я прям убежден. Вот прям убежден. То есть, если ты делаешь что-то прикольное, они приложатся. То есть, если у тебя есть продукт, деньги к нему приложатся. То есть, как бы, особенно если еще мозги чуть-чуть есть, то вообще все нормально будет. Так вот. И соответствовать, ну, соответствовать чему? Соответствовать мышлению? Да, наверное, мышление самое главное. Ну, то есть, на мой взгляд. Ну, просто через материальные вещи. Ну, ты чувствуешь этот момент, когда они тебя такие… Когда ты не дотягиваешь до них по материалке по какой-то? Да. Ну, ты же не чувствуешь себя, что ты по мышлению не дотягиваешь, что он умнит тебя. Ну, ты чувствуешь, что ты по материалке не дотягиваешь. И тут момент, ты хоп, себя такой понижаешь немножко. Так, блядь, давай работай, чувак, что там, тебе же надо ему быть, соответствовать этому. Ну, я – да. То есть, у меня есть геморрой. То есть, у меня есть… То есть, я работаю над собой, я хожу в психо. Это хорошо, это тебя, наверное, двигает. Меня, да, двигает. Ну, да, все. Это хороший движок, на самом деле. Хороший, если ты хочешь. То есть, смотри, я за то, чтобы вот рай в шалаше… Это все, конечно, клево, но до первого дождя такая история. Потом начинается. Да, да, но тут… Ну, это же… Что такое счастье, если мы про это, да? Это же малая часть, то есть, если мы говорим про бабки, да? Это одна из составляющих счастья. Я видел очень много несчастных людей, грубо говоря, но никто из них там типа не был богат. Я видел богатых несчастных, но я не видел, короче, богатых без… Ну, короче, понимаешь, да, про что я говорю? То есть, проще, как плакать в Мерседесе. Ну, на мой взгляд, опять же, это чисто мое сугубо личное мнение. Я себя поймал когда-то еще года три назад на мысли о том, что… Ну, такой… Я вот в такой же парадигме двигался все время. Это было… Какую-то тачку, что-то… Что-то… Я вижу постоянно планки, это меня приземляет, я потом начинаю копательнее. И вот эта история, ну, на мой взгляд, как я это вижу, она недосягаема. Недосягаема. Я считаю, что 2 миллиона долларов. Вот 2 миллиона долларов, когда у тебя… Не-не-не-не, они закроют все базовые потребности, понимаешь? То есть, вот до этой суммы, вот пока ты, короче, не обладаешь капиталом в 2 миллиона долларов, ты, ну, не свободен. То есть, потом ты снова не свободен. Ну, то есть, типа, в смысле, у меня была презентация, там, типа, я 10 лет назад крот, знаешь, такой слепой. Я сейчас крот слепой. Ну, то есть, ничего не поменяется. Это я понимаю. Но вот именно свобода, да, когда у тебя там есть квартира, машина, прочее, остальное, ты можешь куда-то поехать, ты можешь вылечить всех близких людей тебе, там, в случае чего, да, если там что-то произойдет, потому что жизнь она такая. И вот это, ну, для меня лично. Ну, а как, что будет потом, не знаю. Ну, то есть, я вот туда хочу. Ну, мне так кажется. Ну, не то, ну, ну, слушай, если мы говорим про… Во что хотим, то и говорим. У нас подкаст, как «что хотим, то и говорим». Пользу кому мы должны дать. Так вот, что я думаю, это вот Андрей, наш оператор Андрей, один из наших операторов. Он как сопродюсер просто, ему надо, блядь, чтобы мы давали джайфами, сейчас эти сопли наматывали на кулак, как папа мне говорит. Да. Я, ну, как я эту ситуацию вижу, я подытожу, может, перейдем там в другой день. Я понял, что если я не научусь сейчас в съемной хате, ну, я живу в своем доме, ну, тем не тогда жил в съемной хате, ездя там на какой-то тачке кредитной, быть счастливым, то… Я не научусь, я не буду счастлив, даже если я буду жить в доме с лучшей локацией, ездить на самое лучшее. Это навык. Он никак не привязан к деньгам. Это навык, это нейронные связи, которые формируются в голове. Да, аминь. Здесь согласен полностью. То есть счастье в башке. То есть счастье в башке и вообще сто процентов. И потом уже, ну, как бы я это осознал, и через время я поймал тот момент, что для меня перестали быть значимы. Ну, как бы… Я искренне радуюсь. Я приезжаю, в прошлом году Портнягин Феррари новую пригнал, а я приезжаю на своем велике за 20 километров. Я могу там 50-80 на велике проехать. И у меня там горный велик. Я приезжаю, а он как бы… А у него Феррари новая при парковании за 30-ку она стоит. А у меня вилочка новая на этом велике, понимаешь? И она меня радует не меньше, чем вот эта его Феррари. Да, да. И я кайфую от нее. Я по лесу как дал джаз. Разницы нет от вилочки на Туре до Феррари. В башке одинаково. В башке одинаково. Поэтому я говорю, защищенность, а дальше кайф. То есть и до этого тоже кайф. В смысле, я не делаю ни одного проекта. Я всегда говорю своим подписчикам, хочу, чтобы все могли позволить себе делать только те проекты, которые им кайф. То есть я беру проекты только, которые им кайф. Причем не только. То есть у меня сейчас есть несколько проектов, да, как у тебя. То есть у меня есть несколько ряд. И они все вот просто кайфовы. Я прям тащусь. Я тебе обязательно потом расскажу чуть позже, чего вообще. Я здесь не только стройка. Здесь даже более, чем не стройка. Андрюх, поставь, пожалуйста, этот VPN, блядь. А то я потом домой буду ехать без музыки, а мне еще работать. Еще и не на велике, ага. Да, я с тобой согласен. У меня есть концепт такой, я его говорю. Сначала делаешь то, что нужно, потом то, что важно, и потом начинаешь делать то, что в кайф. Да, да. Ну вот сейчас я уже нахожусь практически в том состоянии, чтобы делать то, что в кайф. Потому что вот это нужно, это когда тебе... Леха, саморезы закончились, а ты хаваешь, сидишь с утра. Блядь, саморезы бросил в тачку, повез эти саморезы. Ну как? Потому что у них стоит стройка. Ну, ты же знаешь, они же вечно... Все, Пожа, туши. А следующий уровень, когда ты говоришь, вот я для себя так вижу. Леха, саморезы закончились. А я сижу хаваю. А, саморезы. А кто отвезет саморезы? Нету никого? Значит, будете без саморезов, пока я не найду того, кто их отвезет. Я не поеду вам, не повезу саморезы. У меня сейчас нету того, кто их отвезет. С рынка кто-то, неважно что. Я же продвинулся в этом, я тебя хочу. Ну да, я тоже, конечно, продвинулся. Просто, знаешь, момент легче самому схватить и сделать быстрее, чтобы процесс не стоял. Нельзя. Вот это как раз та тема, о которой мы говорили, начали разговор вначале. Ну, типа, как из руководителя. Почему не сам, а руководитель, который будет костей, но это другой уровень. Когда я понял, что я строю компанию, то есть поначалу ты же кто-то, ты там, типа, вот там, прораб, руководитель, хер пойми кто-то, хер пойми кто-то, маркетинг, видео монтировать, то, сё, налоги, ты всё, короче, всё разруливаешь, любую спорную ситуацию, это ты, у тебя с тобой пять человек. Ну, там, плюс-минус. У меня всегда было там пять плюс, всегда, короче. А тот момент, у меня 30, прикинь. Я сам, 30. У меня партнеров нет, нихера хуй его знает. И я такой, короче, знаешь, такой думаю, а я уже не могу, уже всё. Ну, прикинь, 30 человек. Что такое 30 человек? Это просто жесть. Несколько объектов, и это просто ад. И причём во все вникнул я. Прикинь, вот всё, вот всё, что нужно, короче, знаете, ты просто, и там не просто, не только внутрянка, но ещё и стройка, бетон, всё дело, я люблю, я обожаю лестницы, я обожаю всевозможные там кровельные штуки, короче, всякие там навесы и прочее, из бетона, бетона я просто обожаю. Короче, вот опалубку для меня на ЧПУ сделать, какую-нибудь всё её спроектировать, это моё самое любимое. Вот я могу сидеть три ночи, проектировать какую-нибудь опалубку, прикинь, потом на ЧПУ её сделать, её привозят на объект, пацаны просто, что это такое, говорю, подожди, сейчас, поехали. Вот здесь так, здесь так, вот здесь так, вот здесь так. Они не понимают, что делают, собирают, прикинь, и кайф. И я вот в этот момент просто вот наслаждаюсь. Или там сам ботин, ну, короче, у меня всегда есть под бетон, короче, одежда. У меня даже сейчас в эске, у меня, короче, если открыть багажник, там рабочка лежит сзади. Хотя я её не одеваю, ну, похер, короче. Ты просто не можешь её выбросить, в первую очередь из головы, вторую из багажника пока ещё. Да, 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 вот, иногда могу, но так. Так вот, и, короче, я понимаю всё, короче, я собираю всех, ну, там, более или менее, кого я понял, что адекватный, такая, адекватный. Говорю, пацаны, короче, ты там со мной столько, ты столько, ты столько, ты столько. Сейчас всё будет по-новому, короче, всё, короче. Вот мы, короче, и я сделал иерархию. Я сделал иерархию, короче, я поделил, короче, грубо говоря, бабки, так называемую маржу, короче. Долго спорили там то-сё. Сколько у меня маржа? У меня прикольно. У меня, короче, смотри, конкретно я себе оставляю примерно 7-5 процентов, и в лучшем случае, то есть в прошлом году у меня получилось так, что у меня это от оборота. Да, от оборота, от оборота. От оборота типа 3 процента. А мы себе оставляем, то есть как компания, примерно 50 процентов. А дальше иерархия, вот эта шапка управления, то есть у меня есть руководитель проекта, у меня есть управляющий по направлению. Управляющий по направлению – это чувак, которого типа, знаешь, РПшник, его не так уважают. Он как прораб, то есть он знает всё. Его главная задача – менеджмент. Его главная задача, чтобы всё было вовремя, там всё, клиент знал, что у него происходит на объекте, доволен и прочее. И вся вот эта вот движуха, короче, он такой больше управления. И он уже, ну, как бы его в глазах линейного сотрудника, он уже, ну, так себе, короче, вот. Но ты, когда на эту роль заходишь, ты по-любому должен понимать, что она вот такая, короче. А вот второй тип управленцев, у меня руководитель направления, вот это типа главный картончик, главный электрик, главный сантехник. Этот чувак уже суперуважаемый. То есть это уже чувак, который в любой момент станет и сделает за своих ребят работу. Он не совсем, не обязан работать руками, но может. То есть и он ведёт несколько проектов. То есть и мотивация завязана следующим образом. Между руководителями направлений, допустим, главный электрик и главный сантехник, грубо говоря, у них мотивация завязана, чтобы они дружили. Если, ну, мотивация, это я имею в виду бабки. Вот. То есть если они, короче, если у них всё равно, то коэффициент вовлечённости, грубо говоря, они пилят между собой. И ещё и РПшнику делятся. Если РПшник прям вообще топ, короче. Ну, не дай бог, клиент доходит до меня. По правилам нашей компании я могу лишить их 25% мотивации. Ну, прикинь, большие бабки. Они в воскресенье, в субботу, короче. То есть они уже чувствуют эти бабки, они понимают, что это вот за что мы работаем. А если ты будешь им платить просто 50% без внутренней иерархии, им всё равно будет мало. Они скажут, ты что, охренел? А у меня открыта финансовая структура. Всё, я говорю, пацаны, вот смотрите там. Ну, я же говорю, по прошлому году я могу подбить, что это было на 3% от оборота. То есть вот сколько у нас зашло, то есть я себе смог оставить и то все эти 3% я вернул обратно в компанию. Ну, потому что у меня несколько проектов, то есть я могу себе это позволить. Да, реинвестировать чуть-чуть. Да, да, вот прям могу себе позволить. Вот. И как бы вот это мне позволило выйти. Но знаешь, какая самая большая проблема была? Мы все были мастера. Знаешь, кого я вокруг себя аккумулировал? Ну, как ты думаешь? Ну, конечно, мастеровки. Естественно, короче, какие управленцы, какие конбандоски, какие штуки, то есть ну как бы, ну что, какие СРМ, короче. Себе подобных мы бы тянем. Естественно, и мы, короче, стали, мы год, прикинь, год, наверное, мы, короче, так, знаешь, как вот так, только чуть-чуть, бах по башке, только чуть-чуть, бах опять, вот просто постоянно. Вот. И в один момент я понял, короче, все, нет, снова меняемся. Снова меняемся, короче, то есть мы там, ну, представь, когда управленцы, ну, меняем структуру, когда управленцы, прикинь. А они же с тобой такие, они же чувствуют, что они с тобой, они твои. Ну, то есть, они же братва твоя. Да. А ты такой, меняемся так, ты теперь туда на дно, а ты теперь сюда наверх. И так случилось. Знаешь, почему так случилось? А потому что я отпустил, и говорю, короче, вот делайте. И знаешь что? Жизнь она показывает. Жизнь она показывает. Когда у тебя уже, когда у вас три человека, это плохо видно, а когда у вас 7-10 плюс, ты, короче, ты видишь, кто, чё, кто, понимаешь? Ты просто, как только ты, знаешь, так отходишь в сторонку, говоришь так, ты просто смотришь, короче, так, я заработал, короче, я могу три года не работать. Короче, всё, хорошо, ладно, окей, ну-ка давай посидим, посмотрим просто, что же будет. Типа того, ну, как бы. И ты такой бах, и ты видишь, кто, чё, короче, кто с кем. Когда ты достиг вот этого вот, ты можешь посмотреть, ты видишь, что происходит с людьми, вот всем желаю, чтобы, короче, это произошло. И в этот момент жизнь саморегулирует. То есть, кто, короче, был там, потому что просто он твой бро, ну, как бы, а у него нет компетенции, его съест остальная команда. И он сам себя съест. А кто, короче, был там, потому что, короче, он этого достоин, он станет выше. Автоматически, само собой, в смысле, вот само собой, просто произойдёт. Дай ответственность людям. Ну, то есть, вот я бабки перестал у клиентов брать руками давно, года два назад. Ну, то есть, физически деньги от клиента получают руководители проекта. Я не беру деньги в руки. То есть, когда вот мы приезжаем на вид, даже мне нужно закрыть, что-то сложная, спорная ситуация, сложный клиент, короче, а у меня много сложных клиентов. Нужно приехать и продать самому, то есть, ну, грубо говоря, поговорить, показать уровень компетенции, уровень компании, уровень уважения сотрудников и прочее, прочее. И ты приезжаешь, и тебе просто котлету суют. Вот ему, вот вы с ним работаете. Всё. То есть, как бы, это, ну, тоже мотивирует особо. Да, да, да. Ну, это даже, это мотивирует, но это немножко, ну, такой ход, это твой. Конечно, естественно. при работе с клиентом, ты дистанцируешься от него, ты не можешь сказать, алло, слышь, бля, я тебе бабок, бля, заплатил, нахер надо, скажи, дружок, да. То есть, вот это демпфер, конечно. Ну, потому что, если ты будешь всех слишком близко опускать, ты с ума сойдёшь, просто с ума сойдёшь. У меня есть такие клиенты, которые, знаешь, просто уровень моего клиента, когда кто-то становится моим клиентом, это типа пять лет. Пять лет. То есть, я говорю, я домами занимаюсь там. Четыре. Вот последний дом я сдал, короче, 1200 квадратов. Четыре года. Четыре года, там есть всё, мрамор. Ну, короче, то есть, это настолько наполненный дом, то есть, начиная там от стройного пылесоса, короче, заканчивая всевозможными там шторами, которые сами там едут, и, короче, всякой хернёй. У тебя 25 проектов, короче, по всяким инженерным штукам, и тебя каждая компания просто приносит, ты так на них смотришь, и тебе просто плохо, ты уже себе начертил то-сё. Они, ну, не мэчатся. Я говорю, вы как это сделаете? Кто ты? Ну, короче. Тебя сейчас бы болицы закидали. Папа. Ты чё? Мы, блядь, тысячу квадратов строим за 8 месяцев. Пускай сделают. Пускай они сделают. В реалиях Москвы сделают тысячу квадратов. Да, у нас же тут тоже хватает, да, братва, тех, кто говорит, да ты что, 4 года, что там делать? Да, да, пускай начнёт. Так, с учётом того, что уровень, то есть, грубо говоря, просто понимаешь, моя проблема в чём? Что даже лестница, которая там есть, она, ну, грубо говоря, несколько, куча лестниц, ну, грубо говоря, представляешь себе перила, которые проходят с нулевого этажа до пятого, и, короче, стекло просто ровное стоит. И я всю лестницу спроектировал, заказал в Турции у мраморщиков, бетонщиков, заказал в России, короче, понимаешь, ты такая херня, опалубку там чертил, грубо говоря, сам, вот, всё это привозил, и несколько спарений там со всеми делами, и когда приехали разные компании, и, короче, когда, ну, это всё сошлось, короче, представь, просто вдумайся, в Турции заказываешь лестницу, каждая ступенька, у каждой, не просто ступеньки, а у каждой подступёнка, у каждого там торца этого, своя наклейка, то есть, и она всё спроектирована, а каким образом делается? Представь себе работу, при которой ты спроектировал, отправил, они переложили это в автокад, прислали тебе обратно, ты, короче, посмотрел, говоришь, да, окей, изготовил опалубку, прикинь, пока они там делают, короче, ты начал лить, и в этот момент два брата, турки, ссорятся, и тебе присылают три контейнера 20-футовых на объект, просто с какими-то иероглифами, короче, прикинь, с какими-то иероглифами, говорят, ну, вот у нас есть вот это, и присылают тебе три фотки, бумажки на турецком, вот здесь надо разобраться, прикинь, короче, мы начинаем играть в лего, с мрамором, три контейнера, все, короче, санузлы, вот так просто весь двор, эти фотки потом покажу, весь двор разложен, как, знаешь, вот как каждая комната санузел, там 8 санузлов, да, грубо говоря, и каждая комната разложена, вот, вот так, потому что везде, эти самые полоски, полы, там все, ну, короче, суперсложно, и ты это все сам чертишь, короче, а в этот момент тебе электрики мозги делают, потому что у тебя полторы тысячи километров подсветки диодной, а он ее вышибает, а проектировщик говорит, что, ну, ну, косяк, а там уже заказано все, АББ, каждый автомат, короче, 20 тысяч, короче, на этот самый, как его, понижатель там, блять, короче, вот, они не работают, они, короче, все равно их, короче, клинит, нормальные бабки, типа, что теперь, короче, меня же спрашивают, короче, а в этот же момент у тебя что-то с крышей, в тот же момент у тебя, короче, таджики, которых кинули подрядчики, они стоят такие с молотка, и мы сейчас тебе будем бить фасад, короче, я говорю, эй, во-во-во, вот смотри, видишь, и вот в этом утепому я отдал деньги, видишь, фотку, короче, кто тебе там что-то не отдал, я говорю, я не знаю, короче, вот смотри, короче, и вот это все просто без остановки, И ты в этот момент просто в шоке, просто такой думаешь, все, я не могу отъебить, у меня все. И все, берешься в руки и погнал. А клиент это все как видит или не видит? Слушай, как повезет, то есть если ты умеешь, смотри, я разделил клиентов на 4 основных уровня. Первый уровень, если тебе интересно, сделай как-нибудь. Этого человека нет денег, я в этом семейке работал когда-то, то есть, грубо говоря, ты что ему будешь про проект рассказывать? Ты будешь ему рассказывать про что-то еще, если у него в лучшем случае есть вот столько. То есть ты ему должен вот настолько уметь сделать, не надо рассказывать какой-то охеренный. То есть, грубо говоря, следующий клиент, сделайте мне так. То есть этот чувак, который где-то видел, он может купить материалы, но за работу заплатить он не может. Ты понимаешь, про которого я говорю? Это такой, короче, ну там, типа вот, ну, сделайте мне так следующий клиент. Это чувак, у которого уже есть бабки, и он уже делал ремонты, и он знает, как он хочет, короче. И вот всем им по-разному нужно объяснять. Сделайте мне так, который точно понимает. Вот с ним нужно быть на контакте. Это самый крутой клиент, их 2%, грубо говоря. А есть 0,02%, это ребята, которые вот элит, которым им неинтересно, как ты будешь... И вообще, что ты будешь рассказать, как ты ему плитку, ну, типа, понимаешь? Единственное, что его интересует, чтобы было эксклюзивно. И даже похер на сроки, потому что там у второго еще как-то... А вот этим, в принципе, первое же люди делают или второе, да ни хера. Вот. И тут в зависимости от того, где ты, поэтому ты объясняешь клиенту по-разному. То есть с некоторыми клиентами ты должен прийти и просто там, грубо говоря, там, геликом снимали, короче, знаешь, там пранк какой-то, разбили, короче, битой, короче, лабаш, и тебе пишут, короче, ночью, короче, блин, типа, вот, что-то мы не подрасчитали, короче, это самое, ты ночью только говоришь, а, все решим, короче. И ты просто приезжаешь, пылесосишь гелик, короче, ночью, понимаешь? И все, и там похер, что у тебя стены там, вообще похер, тебе просто приносят бабки. Такая история. А есть клиенты, которые тебе будут с лампочкой ходить и смотреть. То есть, ну, разному клиенту разному. Вот этот первый клиент, о котором ты говоришь, он, это самые-самые, ну, да, я же, знаете, все. Он говорит, сделайте мне как-нибудь, да, как ты сказал, как ты сказал? Сделайте мне как-нибудь, да, просто. Сделайте мне как-нибудь, но я буду принимать у вас, как для второго. Это второй тип клиентов, это второй тип, это которого нет бабок. Этот, который, вот, первый, это вот ребята, которым они будут рады, что у них течет вода. Я говорю про 85% рынка. Это люди, которым, короче, вот я вот таких работал, я начинал, то есть ты делаешь бабушкам там, она рада, что у нее просто не карактит, короче, этот самый. Это самый-самый большой рынок, понимаешь? Самый большой рынок, самый нищий, ты на нем не зарабатываешь. Ну, это жизнь. Вот просто выйди на парковку и посмотри на тачки. Все, то есть, как бы, там же не все майбахи стоят, понимаешь? То же самое везде, то есть. Да. Слушай, я как-то... У тебя есть психологический портрет твоего клиента? Конечно. Идеального есть. Команда знает его? Знает. Мы так работаем над портретом клиента, вообще касс-дев по каждому объекту. То есть я тебе потом покажу, как мы готовимся к продаже. Ну, просто все продажи, это 20+, 25+, это в лучшем случае работа. Мы в таком сегменте работаем. Соответственно, мы знаем все про клиента. 25+, миллионов объектов. Да, 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 да. Ну, я, мы, мы, вот у меня сейчас задача много не брать, я не хочу много, я не хочу сильно расти. То есть у меня в прошлом году я хотел взять 50 объектов сразу. Когда мы начали расти, я понял, нет, я не хочу. Хотя у меня регламент, должностные инструкции, я там пишу. Летаю у вас в Клюбе. Три, три проекта по 100к за квадрат работы. То есть все, мне достаточно для того, чтобы вся моя команда ела, и мы кайфовали. Нахер мыло в жопе, я не хочу работать с тем, с кем я не хочу работать. Слышали, да? Я хочу просто кайфовать. Вот просто, вот просто сесть и сказать, пацаны, кайф, все, давайте-ка сегодня неделю выходных вообще. Мы можем неделю? Как это, дядя Женя говорит, я не хочу работать с тем, с кем я не хочу работать. Вынесите это в анонс. Вынеси. В подкаст, может быть, название. Мы тебя пришлем. Вообще, на самом деле, мне все говорят, Рувим, ты перебиваешь своих, скажем так, оппонентов. Поэтому я молчу, поехали дальше. То есть тебе интересно, могу продолжить. Ты знаешь, есть же такая история, на самом деле, это же мне выгодно гораздо. Ну, то есть я сейчас не в том состоянии, чтобы больше говорить. Ну, я уже в таком, мне интересно больше слушать, потому что это для меня гораздо полезнее. Мы же привыкли вечно целыми днями. И ты, блин, сам себя, бывает, не слышишь. Да. А я вот, мне нравится больше сейчас слушать, задавать вопросы. Это, ну, гораздо... Ты задавай любой вопрос, который ты задаешь. Я постараюсь развернуть, потому что мы, кстати, мы мало знакомы. Мы первый раз в жизни говорим, кстати, это интересный опыт. И видимся второй раз в жизни, первый раз виделись на... Да, да, да. Две минуты, да, на Дне строителей. Что скажешь про Дне строителей? Мне понравилось, ты красавчик, да. Организовал очень классно. Очень классно. Пал в 15% веса. Да. Два месяца, 15% веса. Да, ну, тут важно. А вот тут не скажешь, что ты красавчик. Да. Ну, то есть какой ты ценой, знаешь, можно лечь ко СМИ, сказать, что я это сделал, бля. Ну, как бы, какой ценой ты это сделал? 15% веса и здоровья, ну, блин. Ты, конечно, да, целеустремленный, но что меня заело. Я больше к балансу сейчас. Я стараюсь, но пока не могу. Вот прям не могу. Я вот вижу, короче, задачу, и я, короче, херачу ее. Ну, это хорошо, это ты горишь, это горишь. Знаешь, момент, когда ты один проект так запускаешь, и дальше команде показываешь. О, чуваки, смотрите, я тут лег сейчас ко СМИ, вот оно вот так работает. И погнал уже дальше. Второй раз это запускает команда. Тебе некогда записывать. Когда ты работаешь в таком режиме, тебе некогда передавать знания. То есть это большая проблема. То есть передавать знания самое важное. То есть, грубо говоря, я планирую, не планирую, а я понял, что, короче, даже у такой залипушной компании, как Рувим Групп, должна быть, типа, академия. Ну, потому что приходят новые люди, ты им там, welcome пакет. Все, вот это у нас так, вот это так, вот это так. Вот такой у нас, короче, словарь. Вот такая у нас, это самое. Вот такие у нас, грубо говоря, там регламенты. Если ты в этом статусе. Я разделил статусы, у меня, короче, все прикольно. Ты будешь запускать курсы? У меня курсы чего? Мы сейчас дойдем к ССТ. Мы дойдем к ССТ. Я не хочу курсы, я хотел запускать курсы, но я решил делать академию. Большую, крупную в России. Ну, то есть мы делаем... Это ты меня спиратил, нет? Когда я писал свой первый курс по плитке, это было хер знает когда. Это было в смысле... Ну, ты же понимаешь, я снимаю видос с 2014 года. Знаешь, на чем я сделал хайп? На чем я прославился? Первые миллионы просмотров на чем у меня были? Как ты думаешь? Ну, не знаю, что-нибудь примитивное какая-то хуйня. Нет, я делал полноценные мастер-классы. Я учил людей, я делал полноценные мастер-классы. Прям такие четкие, хорошие, такие структурированные. Просто на YouTube. Такая история. Сейчас просто вид сбоку, понимаешь? И все. У меня есть статус в компании. Будешь лицензировать ее? У меня уже лицензия. Есть тоже? Нет, не просто тоже. У меня там лицензия государств... Как она называется, короче? У меня... Как же она называется, короче? У меня лицензия для того, чтобы давать не дипломы, а повышение квалификации среднеспециального образования. Да-да-да. Вот. Ну, это другая история. Это другая история. Я обязательно тебе расскажу. Я еще не анонсировал особо. Это, наверное, первый раз в медике что-то происходит. Но мы делаем продукт, который поменяет индустрию. Вот, поменяет. Вот. Так вот. Ты меня сбил с этой академией, короче. Как сильно сбил вообще. Короче. Блин, да, чай нас походу вставит сейчас нормально. Ну, это такой чай. Если бы мы сейчас под пуэрчиком в тобой диалог вели, то это был бы вообще динамик. Ну, я думаю, может быть, у нас будет вторая часть. Динамика другая была. Ладно, поехали. Раз мы уже переходим к академии, давай, потом ССТ. Я увидел ССТ, твою рекламу, ну, года полтора назад, наверное, где-то так. Ну, что, это… Из-за чего, грубо говоря, ты решил, чтобы что? Я решил, чтобы не лечь костьми, так, как ты говоришь, потому что цикл простой. Ты встречаешься в офисе с клиентом и говоришь, чувак, он приходит с эскизником и говорит, вот у нас тут с интернета картинка, мы хотим такой вот дом. Мы же… Нет, с этой картинкой ничего не получится. Вам нужен проект рабочий, вам нужно… Ну, ладно, давай. А почему у вас такой фундамент? Вот нам тут плита 200 миллиметров, а вы нам тут все 350, и ребра жесткости, и стены у вас какие-то сильно толстые, и крыша у вас там утепление. Ты говоришь, ну, это же геология, потому что теплотехнический расчет, уговорил, уговорил их построить хорошо дом для них. И большую часть на харизме, да. Да, уговорил, они такие, ой, ну ладно, давайте. Выходишь, дверь в офисе хлопнул, в тачку села, приехал, теперь тебе надо рассказать своим новым, к примеру, потому что старые знают, но ты же масштабируешься, у тебя уже там какая-то там десятая бригада, те делают, а эти новые пришли, и тебе нужно им рассказать, почему им нужно именно так этот узел связать, почему в обсадной, в свае нужна обсадная труба, и так далее, почему важен защитный слой, почему опалубку нужно крепить, потому что ее, ну, когда она трещит, и так далее. И все, ты этим продал, этим рассказал, а этим рассказал, как сделать. Ну, причем ты им продал не продукт, ты им продал их качественный дом, просто их же качество, при котором это должно быть качественно построено. и вторым ты рассказываешь, я рассказываю, как это надо качественно сделать. Фу, все, законнектил, объяснил, поехали, теперь следующие приходят такие же. И так до бесконечности. Я почувствовал где-то это какой, восемнадцатый, что я просто сгорел. Ну, просто я сгорел, а вот это объяснять, уговаривать одних строить качественно, дом для себя, потому что он им нужен, и вторым уговаривать строить качественно, потому что тебе завтра, блядь, послезавтра, через год приезжать на постгарантийные переделки, ты не возьмешь другой объект, потому что ты со мной в долгую, и я тебя нагну, ты по-любому приедешь, и я тебя спрошу, почему ты здесь вот так вот сделал, да. Ну, это я тогда спрашивал, сейчас я уже на… Вот то мысль, с которой я тебе говорил, что уделите мне два часа времени, потому что нам с вами идти два года минимум, а то и три. То есть важно очень клиенту объяснить, что давайте познакомимся, потому что мы не будем чужими людьми, мы, в смысле, надолго, сто процентов, то есть мы, типа, мы, возможно, на всю жизнь, у меня есть клиенты, с кем я, ну, всю жизнь, все, всю жизнь. У меня друзей, знаешь, сколько стало такими, причем настоящими друзьями клиентов. Да, да. И это нас отличает конкретно от продажников. А как ты понимаешь, свой, не свой? Да я чувствую людей просто, ну, у меня такая, нутром, как бы я сразу понимаю. Ну, бывает, не я чувствую. Количество людей ко мне приходят и говорят, мне начинают мозги, просто выуживать, просто, давай встретимся, давай, ты с ним встречаешься, и ты понимаешь, что там просто пустота. Я не встречаюсь. Там просто вообще жесть. Не, я уже сейчас тоже практически не встречаюсь. Ты что, а зачем, это сведет тебя. Слушай, у меня сводит жизнь меня с теми, с кем я хочу. Я знаю в лицо и дружу со всеми своими кумирами, ну, практически со всеми, с кем я по музыке тащусь, знаешь. Я с ними общаюсь и, как бы, ну, для них стараюсь что-то делать там. Того же Димона, знаешь, еще так, ну, то есть у меня такая история. Она сведет, если ты хочешь человека. А вот эти, которые ломятся, ну, как бы, к тебе в эту оболочку, да, слушай, они придут, чтобы меня, может быть, разбалансировать. И они будут меня разбалансировать, знаешь, ну, как бы, большинство из них придут забрать, а не дать мне. А мне важен обмен, а не вот это, чтобы я пришел, ну, что значит. Ну, вначале дай, потом забери. Да, я тут подолгую вот эту историю хотел сказать, то, что у меня братва моя с рынка, рыночники там все вот эти, они же там на торгах, они, ой, типа, да что ты там, ну, что ты над ними так трусишься? Ну, типа, а я же товар беру, к примеру, да, там, или древесину, или еще какое-то. Я говорю, пацаны, забери его нахер отсюда, ну, они приезжают, я говорю, забери и мне в два раза отдай сейчас вот больше того, что ты мне приложил, потому что ты мне, ты знаешь, что мне не надо это ложить, и ты мне его ложишь или кладешь, ты мне везешь его, забери и привези мне в два раза больше, потому что я потерял. А он говорит, а что ты, это что ты над ними трусишься, клиент? Я говорю, потому что у вас цикл сделки один раз, и все, а я с ним год минимум, у меня длинные циклы сделки, мне с ним нужно с долгосрока выходить, я как в отношениях, как женщина с ним, нянчусь, и у меня будут и волны, и все вот это переходить, ну, как бы, и мы реально, вот я с чем пацанам на ССТ своим тоже говорю, у вас будет такая история, вот ты стопудов это чувство, когда ты, ой, какой вы, ай, какой же вырубим, класс, а потом, о, вниз, а, что-то доро, а, что-то не то, и начинается вот это, и тебе нужно что делать, тебе нужно иметь инструменты для того, чтобы поднять этот левел, тебе, ну, не нужно сразу. Я строю за свой счет часто, потому что варианта нет, потому что варианта нет, как только ты набрал там денег много, то есть не можешь сделать за свой счет, ну, короче, не всегда, но есть предел, но ты начинаешь, короче, то есть ты начинаешь, и ты этим рискуешь, и ты сам себя этим мотивируешься. Я очень часто на проектах, во-первых, а, начинаю первую, там, мобилизацию и прочее, молча, просто молча, короче, там, 200, 300, 500, просто молча, и потом ты там идешь, бах, там надо что-то, ты раз, сделал, потому что, ну, это ты должен видеть, кто твой клиент, ты должен сам понимать, что, типа, происходит. Если ты это сделаешь какому-то дебилу, как бы, ну, ты сам виноват. Ну, априори, в базе я считаю, что надо хотеть, прежде всего, клиенту сделать качественные продукты. Да. Если ты сам хочешь, и вот по наличным, у меня большинство, вот это у меня уже история давно еще, с 18-го года, я бывал вот так, мы сидим, общаемся, ну, в офисе с клиентами, я говорю, знаете, у меня загрузка, я не могу, я просто не мою, ну, он меня съест, я на него столько энергии потеряю, я потеряю там еще бабок, он меня съест просто, ментально, я говорю, не, не, хотя он мне нужен по зарезу, у меня, к примеру, кассовый разрыв, да, он, я понимаю, что я, ну, не вывезу эту всю историю, поэтому вот как раз все правильно, нужно понимать, что ты хотел, и даже не то, что за свои деньги строить, я это называю, как бы, знаешь, давать это, закрывать что-то, ну, то есть, ему давать такие маленькие плюшечки, при которых он просто сказать, блин, дружи, да подкормить, просто, выровнять, балансы, графики вверх немножко поднять, акции, свои приподнять, и дальше уже ты дальше можешь идти, они опять будут падать, потому что он увидит, что у тебя там трещина, там пришел у него вот этот дядя, который диванный, очень грамотный аналитик ютубовский, он придет и скажет, что тебе тут рувим, и он его послушает, и тебе придет, и тебе надо будет его переубедить, уверенно, спокойно, но у тебя акции уже посыпались в этот момент. Ты должен быть, а не казаться, то есть, если у тебя все будет нормально, ты вылезешь из любой херни, мудрый человек, как бы, из любой ямы вылезет, как это говорится, точнее, умный вылезет из любой ямы, мудрый туда не попадет, то есть, ну, тут ты должен предвидеть, вот путь клиента, грубо говоря, вот эта дорожная карта, по которой ты идешь с ним, ты должен ее прям хорошо чувствовать, даже прописывать. Ну, прописывать, может быть, ты уже ее прописал у себя, наверное, в мозгах, ее прописать тяжело, потому что каждый объект, каждая стройка и каждый клиент – это индивидуальность, это такая анизотропная история. Я почему спросил про, как ты под клиента, ну, как ты строишь, и отказываешь ты им или нет? Отказываю, прям отказываю. Не мой человек, я об этом говорю всегда на своих каких-то там выступлениях, я говорю, ребята, если ментально вам не подходит чувак, вы, короче, не начинаете. Вы все равно, то есть, вы не то, что, вы только потеряете в этом заказе, даже если надо, я это говорю постоянно, то есть, если вот прям не мэчитесь, все, ну, вот прям нет, то же самое с людьми, то есть, если, короче, вот прям вы чувствуете на первом собеседовании, что это не ваш человек, даже если вам очень надо, не берите, не берите, потому что потом будут проблемы, я брал и попадал. Если очень надо, тем более брать не надо, ну, таких, потому что они потом этот мимо пройдет, который действительно бабок принесет. Да даже дело не только в бабках, а в кайфе. Ну, а когда очень надо, дело в бабках. Ну, наверное. Ну, как правило, это, блин, что, кто в кассовых разрывах не будет? Ну, да. Блин, знаешь, я, короче, стараюсь последние, наверное, года два с половиной, три, я всегда в другую сторону в кассовом разрыве. Вот живу в кайф. Всегда мне должны клиенты. Всегда. То есть я прям не беру, возьми деньги, давай, все, забирай, давай, бери. Я говорю, да-да-да, сейчас приеду. Вот прям, вот это для меня прям кайф. У меня даже многие не понимают. А я вот, я покупаю так свою, свое. То же самое с людьми. А когда ты должен, я спать не могу. Я если должен, все, жопа. У меня нет ни кредитов, ни долгов, ни ипотек. Я, короче, просто не варю эту тему. В своей хате живешь? Я живу, я живу заварить дом. Знаешь, что это такое? Я, короче, сделал проект на Ютубе. У меня есть, короче, контейнер. Но это не контейнер, это полностью сделанный очень клевая такая штука. Я тебе сейчас покажу, пока мы здесь. Такая история. Я живу в мини-доме в своем. То есть я больной чувак. Я очень много сделал разных проектов. И там, ну, очень много разных. Это один из проектов. Я тебе сейчас покажу. Я живу сейчас в нем. У меня в Ростове дом. У меня есть дом. У меня есть дом, там автомобиль. То есть, в принципе, у меня московская прописка сейчас. Квартиры в Москве у меня нет. Но я не хочу. То есть я просто не потому, что я не смог купить. Я сделал другой бизнес, короче. Вот у меня лежит сумма на квартиру. Вот прям наличка. И я такой думаю, так, если я куплю квартиру, это будет, ну, типа, не очень. Вот. И я, короче, не купил квартиру. Да, это прям жопа. Но тем более я не хочу привязываться. Я вообще не хочу. Я вообще не хочу привязываться. То есть в смысле. У меня вот сейчас, я, представь, я пахал, пахал. Я, короче, грубо говоря, купил дом в Ростове. Вот. Ну, так скажем. Назовем это так, что я его купил. Это была долгая-долгая история. Я вкарбатился. То есть все. У меня там была еще квартира. Там общий бизнес с моим, кстати, клиентом. Прикинь. У меня был клиент. Он говорит, у меня есть бабки. Что сделаем? Я говорю, давай купим квартиру. Короче, мы купили квартиру. В общем, потом я в ней пять лет жил, короче. Ну, короче, неудачный бизнес, но не суть. Но мы дружим. Все, наверное, вообще все офигенно. Вот. И дом, на который я потратил целую кучу времени. Я не был там. Блядь, восемь лет. Просто я до того, как я уже закончил, я там так и не жил. Я даже его не сдаю. Понимаешь, у меня стоит дом в центре Ростова, который просто ветшает. Просто типа нахер. Чтобы что? Гаражи там, всякую херню. Мутился, покупал. Все, потом одним днем, одним днем я приехал в Москву. И, короче, мне все это просто нахер не надо. Понимаешь? Вот. И то же самое, что сейчас здесь делать. Тем более, это какой-то бред купить квартиру в Москве сейчас. Просто бред. Ну, типа то, что мне нравится, стоит там 50 миллионов. Можно, блядь, ползавода построить. Ну, что? Не, ну, это же не то, что ты там можно. Всегда можно. Просто вопрос, ну, как бы, для чего тебе она? Ну, как бы, я вот смотрю квартиру в Москве, где-то, ну, там, в районе Патрика, такой, чуть попозже, взять что-нибудь такое, ну, за соточку, там, где-то. Ну, это такая... Ну, миллион квадрат, в лучшем случае. Это в лучшем случае. Ну, да, это так вот. Ну, не, там просто она мне не нужна, большая. Мне, к примеру, нужна квартира там на 40, на 30 квадратов. Чтобы мы с женой приехали туда, дети в доме, в загородном. Мы приехали туда, и, главное, театры, тусовки, рестораны. Мы почилили в своей квартирочке, где-то, ну, в закрытом, в клубном доме. Хотя я против пафоса, но это не про пафос, это про ощущения. Мне нравится исторический центр. Я очень сильно к архитектуре. Я вот какой-нибудь клубный дом, мы как бы там смотрим. Мы сейчас квартиру делаем, такую, ей порядка что-то там, то ли 200 лет, короче, дому. Дом внутри дома строим. То есть, короче, представь, короче, это была надстройка в царское время, потом еще сверху, потом они сделали общий фасад, и он сейчас выглядит, как дом реальный. А по факту, это надстройка. И, короче, прикинь, мы там двутавровые, короче, эти, как они, из ОСБ, короче, двутавры эти. Вот мы ими, короче, собрали, короче, квартиру внутри квартиры, когда мы стали разбирать, там по 50 сантиметров шлака. Вот сверху и снизу у соседа упал потолок, короче, ну все как надо, короче, там прям кайфуем. Вот это очень сложно. Как ты объяснишь человеку, что, типа, его предремонт стоит только 20 тысяч квадрат, только предремонт, только предремонт, не ремонт стоит 20 тысяч, это подготовка к ремонту, как бы, ну ты можешь это объяснить, если ты можешь это объяснить. Вот. Ну это, ну как бы, ты человек должен понимать, это люди должны понимать. Поэтому, ну как, поэтому квартира, ну в Москве, это тоже все инвестиции, это, она недвижимость. Я, я не, ну не могу пока, знаешь, доходы дифференцировать, вернее, расходы, инвестиции, деньги, дифференцировать свой доход, то есть его распределить, ну, к примеру, там многие криптовалюты, фондовые рынки. Я тоже не могу пока. потому что это нужно потратить, ну, большое количество часов. чтобы быть эксперт, чтобы начать разбираться в теме, нужно 10 тысяч часов поступать. Чтобы стать экспертом, нужно 20 тысяч часов потратить на это все. Ну, как бы, у меня его не, я пытаюсь там в крипту влиться уже, который год, но у меня вот, я опять очередной интенсив прошел, отдал несколько тысяч долларов за него, и как бы, и что, и мне некогда следить, понимаешь, потому что я горю своими проектами. И я в этот момент уже окончательно понял, потому что нахер. Ну, как бы, у меня есть реально, пока я там гонюсь за мнимой какой-то прибылью в криптовалютах, в фондовых рынках, я реально, если я фокус смещаю со своих продуктов, я буду терять сумасшедшие деньги просто на своих продуктах, потому что там кто-то сказал, что он там X10 сделал там за месяц. Ну, что такое вообще-то. У меня есть знакомые ребята, кто вот из строителей, ушли в крипту, и сейчас вернулись обратно. Ну, как бы, сильно встряли и вернулись. Потому что там это все такое. Ну, то есть, это ты можешь, ты не можешь делать, то есть, это как, знаешь, казино, если ты заходишь и играешь на последние бабки, ты стопудов, короче, если ты не ради кайфа туда зашел, ну, короче, ради удовольствия, ну, блин, такой, если ты захочешь им заработать, заработать, ну, это можно, но не знаю. Знакомые, которые, ну, друзья, которые, ну, к примеру, по которым там рынок чувствует его движение в битке, знаешь, то есть, он говорит, ну, я сейчас, хоп, и рынок, он может влиять на рынок, ну, то есть, такого уровня, да, своими какими-то вещами. Я говорю, расскажи, расскажи, он говорит, братан, ну, как это? Ну, расскажи мне, блядь, про нагрузки, расскажи мне про, ну, к примеру, я понимаю, теперь как у меня, распределенные нагрузки, и расскажи, где там, быстренько только, вот так сейчас давай, где там, вот там будет эксцентриситет, а где максимальный прогиб будет, и еще, вот там, наверное, момент будет изгибающий в этом месте, или скручение, вот быстренько только мне, расскажи, как это делается, и все, я дальше там сам уже. Ну, это приблизительно вот так дело стоит. Ну, то есть, он в теме еще, ну, с 12-го года, с 13-го, и, ну, то есть, я понимаю, я сначала обижался на него, блин, типа, ну, там, состояние делает, а я тут, типа, без соли доедаю, там, в 15-е, 16-е, вот когда я приехал сюда, только начинал тоже. Так, когда в Москву приехал? В 15-м я начал тут. Я в 14-м первый дом в Москве построил, и уехал в Ростов обратно, вот я за малым, вот у меня на следующем лето должен был приехать, прям, еще я на два дома договорился, вот, и, короче, мы все, от УШП, короче, до Кровли, короче, вот прям вообще, офигенно, вот у меня еще даже видос был по УШП, я, конечно, не понимал многих вещей, короче, но делал. Хуже всего, когда не понимаешь, это у меня было недавно. Не, мы просто избыточно сделали, ну, как бы избыточно не так страшно, как мы сделали избыточно, я же перфекционист, понимаешь, там, всю арматуру по этим самым. Нормально, надо делать избыточно. Ну, да, потому что там будет человеческий фактор, и ошибка где-то должна быть компенсирована. Просто я пришел потом к выводу, я сделал 6 или 7 УШП-шек, и я пришел к выводу, что УШП-шка полное дерьмо. Вот. Не то, что полный, плитный фундамент самый лучший, мое мнение, вот. УШП само по себе, оно слишком инерто. Когда мы дома запустили, я все понял. Когда я с тепловизором походил, я все понял. Вот. То есть история такая, что обязательно разделить, ну, разделить надо, то есть стяжка должна быть стяжкой. Вообще, я вот это слово УШП терпеть не могу. Что значит утепленная шведская плита? Мы что, плиты не строили раньше, пока у нас не появились. Да, да, да. И вообще, вот эта история, когда ты трубу подвязываешь к рабочей арматуре, трубу, а мы там говорим, алло, линейное расширение материала, как же так, в теплом полу? А тут мы захуячили просто, трубу все обвязали, у нас этот фундамент, и еще без деформационных швов, все, класс, шведы красавцы. Да какие красавцы, там слышал звон, да не знаю, я просто, это вот у меня как бы есть, все, я все через свои конструкции. Сарай, то смотри, вот как я считаю, что короче, если ты сделал эту шепу так маленькую, как они делают, да, и сверху деревянную вот эту вот штучку свою бахнул, ну, как бы все прикольное, даже будет работать, в принципе, более-менее. тепленье желательно там просто к печку, как они ставят, там у них, знаешь, плывешь по стокгольму, у них там вот эти вот печки опять. Ну, короче, то есть это все, это все вот от лукавого, теплый пол отдельно, нормальная котельная, нормальный плитный фундамент, все. Просто еще у нас, видишь как, у нас, у нас, короче, блин, 400 миллиметров с этими самыми. Страдает, страдает у нас вот эта осознанность. Опять-таки, возвращаясь к ССТ, откуда? Я вижу, как неосознанно, вот ты так попал, я так попадал. У меня, знаешь, какая история была после универа? Я когда закончил универ, ху, ну, я на выход, между, на каникулах ездил сюда, в Москву, к своему, к сестре-мужу, работал подсобником, ну, я люблю ручками, как бы все, меня там мужики таскали нормально, я там научился много чему. И я как бы, ну, ну, ладно, это частные строки, я сейчас выйду, заканчиваю ПГС, и буду строить. И выхожу в рынок, где строители. Я думаю, сейчас я приду и строители. И я вышел в рынок после универа, попадаю в рынок, не к дяде вот этому, которому я с вами приезжал, где там мужики с Украины, которые там, ну, то есть колхозные, а в рынок настоящий. И я понимаю, что там, кто ты там, он запчасти продавал, этот трусы продавал, этот еще что-то где-то был, и все строители. А я говорю, а что, подожди, а как вы что? И я, понимаешь, и они мне что-то пытаются, а мне пацану 22 года, знаешь, и они мне что-то пытаются все рассказать, что надо так делать. А я поначалу, и ты такой, знаешь, да, ааа, и делаешь, 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 а потом у тебя руки просто, ты понимаешь, что ты, блядь, хуйню делаешь? Ну, и ты говоришь, подожди, блядь, стоп, почему? Почему? И начинаешь разбираться, и говоришь ему, 50-летнему тебе, 23, ты говоришь, слышь, что ты делаешь, Ты что творишь? Он говорит, слышь, сынок, не надо. У меня то же самое было, только я не учился. И потом, как бы, через вот это все, то есть я понимаю и это в тотальном, в тотальном большинстве. А где? Вот смотри, давай вот где ты должен научиться этому? Если у тебя, допустим, в универе тебе дадут фундаментальные знания, а прикладные практически. Ну как, где? Ну где, где? Ну как, настройках? Ого, вот именно, вот. То есть нельзя закончить что-то и сразу прийти и как бы быть красавчиком. Нет, конечно, нельзя. Надо через себя пропустить. Нужно... А потому что, а знаешь, какая проблема у нас? У нас даже если ты закончил знания, у нас же как получается? Почему опять-таки... Ну, засала, это еще второй момент. А первый момент, то что ты, когда приходишь в рынок, у тебя знания, у меня знания по промышленно-гражданскому строительству. Это самая мощная база. Мощнейшая физико-математическая база Советского Союза у нас есть. Я горжусь ей. Это единственное, чем прославился, ну, чем можно гордиться за Союз. Это физико-математическая база и вот эти вот профессора, которые меня учили, у которых нереально было купить что-то. Просто нереально. Ни строительную механику, ни сопромат, ничего нереально было купить у меня в Дон-ГТУ, которым я учился. И я, когда выходил, любой другой, который выходит, он не знает в малоэтажке ничего. Он не может адаптировать гражданское или промышленное строительство под малоэтажное. А здание как конструкция работает. Ну, то есть, ты должен инженерным умом своим понять, что, в принципе, усилия те же, нагрузки те же. И все условия, при которых почитать, и спешки ж никто не читает. Даже ниху лентяи вообще, просто лентяи. И там же все, ну, тоже, можно понять, опять-таки, если у тебя инженерный склад ума, можно понять. И никто не хочет это делать. И приходим мы, я, к примеру, прихожу после института, ленивый, не хочу ничего. А что у нас? 80% ленивых приходят. Они говорят, а ну давай, что там? А там дядя Петя, прораб, который уже у ФОПы там, он авторитетом своим сразу, а? Надавил как бы, давай сюда, сынок, иди, смотри, как буду. И вон вот этого, с инженера молодого учит тем косякам, которые он собирал уже 10 лет по всем стройкам. Он же опытный. И этот инженер идет своим, ну, неосознанным умом, идет и несет дальше это все. И все. И этот замкнутый круг, он не заканчивается. Понимаешь? Да, это замкнутый круг. Я именно вот то же самое говорю. Как ты становишься, как ты становишься строителем, да как? Ростовский. Донбасский государственный технический университет. А ты откуда? Ну да, Волчевский учился. Андрюшка, он с Подольска вообще там, с Ростова. Он всем говорит, короче, что он земляк. Это его стиль. Да, нормально. И вот это, оно так и родилось. Оно от души родилось. Ну, просто у меня как бы, и когда, когда к тебе приходят люди, и ты, вот это продолжение разговора, когда ты навязываешь одним и вторым, почему и клиенту навязываешь, и строителю заставляешь его. Дурачок, давай ты хоть чуть-чуть, ну, включи мозги, ты на уровень выше станешь, ты завтра можешь. У меня есть один прораб, он такой рабочий, мы с ним еще сначала приехали в Москву, и я говорю, давай, братан, ну, ты уже хорош, уже руками, давай, ну, вот организация, вот прорабам, прорабам, технадзорам уже потом, ну, не вы, остался с руками. И ты ему говоришь, давай, ну, как бы, поднимите себя, тащите наверх себя, немножко. Они кайфуют, то есть, ну, как бы, кто-то от этого кайфует, понимаешь, и класс, и класс, что есть, хорошо это, это хорошо, это неплохо, это просто, нет такого, что нужно вот так, вот так, вот так, ну, блин, это нормально. Так вот, когда ты не навязываешься, вот, когда приходят ко мне, знаешь, это же как родилось в ССТ, это не то, что я хотел, это меня просили, в директе, как ты говоришь, я каждый день открыл, а у тебя курсов нету, а у тебя там, что там нету, ничего, я говорю, опа, а что такое, начал узнавать и сделал, и когда ты разговариваешь с полутора сотней людей на зуме, которые хотят слышать, они говорят, а, они ждут его, этого зума, это совсем другая энергия, я по три с половиной часа, по четыре могу делиться своими, ну, тем, что я знаю, как бы это, и от этого кайфу я выхожу, это ты говоришь там прям, это чистейший кайф, после спорта, это просто чистейший, это. Я тебе сейчас покажу интерфин, я тебе сейчас покажу интерфин, просто покажу тебе интерфин, ты поймешь, ты сейчас поймешь, ты вот прям, сейчас ты прям поймешь это, сейчас тебе покажу, Так, где же это было, у меня тут парочку, короче, я это реально, я это прям понимаю, смотри, сейчас ты поймешь, вот смотри какой это кайф, смотри, это вот прям, прям понимаешь, это вот, это чистый кайф, два часа кайфа, ты потом лежишь, короче, но два часа кайфа, вот, я это прекрасно понимаю. Да, я сейчас выпуск на ютубе монтирую, да? Монтируем, да, монтируем, да, вот, так, я сейчас собираюсь уже к Бали, наверное, переходить, потому что мне очень интересно, это мне лично очень интересно, потому что у меня, у меня есть клиент один, который живет на Бали, я ему, короче, строю здесь такая тема, он вообще не приезжает, вообще, вообще не приезжает, вот. Когда Магаски сказал, Россия для грустных. Да, вот они там рядом, они два кента, короче, вот. С Серегой? Да. А, сейчас я после завтра с Серегой встречаю тут в Москве. Он прилетает, что ли? А он уже тут. Да ладно? Ага, я сам удивился, вчера что-то в сториз смотрю, говорю, ты что, подожарил, не приеду. О, интересно. Я перед отлетом с ним, с Россией собираюсь, говорю, нет, Россия для грустных. То есть, подожди, он сейчас какое-то время здесь, а потом туда, надо его позвать на подкаст. Да, позови. Надо его позвать, позвать. Я прям удивлен, что он здесь, если честно, как все подвязано, отлично. Да, слушай, это ж такое. Да, ну, прилетаешь ты, короче, прилетаешь ты туда, как турист, правильно? И тебя начинает цеплять, или ты знал, как ты? Да, конечно, знал. Ну, то есть, слушай, для меня проблемы вообще нету. У меня есть такая стратегия, знаешь, ну... У тебя с английским как? ...точка плохо. И там похер на это. Понимаешь, ты когда... Я вот смотрел просто на тебя, ты поставил там какие-то, даже русский говор, короче, там вот среди строителей был. Я, короче, что-то не понял. А русский говор у меня технодзоры там из России и Украины. У меня же технокоманда там российско-украинская. Я понял. И вообще со всего СНГ. Что вы вообще думаешь про Бали? Расскажи свое мнение. Вот мне, как человеку, которому это интересно. Ну, что, и компания у меня там, как... Смотришь, я думаю, это, знаешь, Думать и говорить я могу много. А я тебе так скажу. У меня сейчас зарегистрирована там компания. Технекал Супервижн. У меня там работают технодзоры. Я каждый день консультирую инвесторов, которые хотят построить там виллы. Каждый день практически консультирую. У меня предзаказы на проекты, на сопровождение там уже. Ну, ждут, когда я туда прилечу. Вот люди, которые ждут. Мы проектируем для этого рынка, разрабатываем проекты для комплексы под условия эти, да. И как бы, ну, сейчас вот лечу в сентябре проводить там строительный, ну, такой строительный инвестиционный форум, в котором будем говорить о проблемах техстроек. Потому что там проблем просто. Казалось бы, там проще как бы там. Ну, казалось бы, да. Ну, что там отопление не надо. Знаешь, основная проблема какая? Те, кто на Бали столкнулся и вообще в Турции столкнулись с недвижимостью, с инвестициями в недвижимость. В Эмиратах, еще где-то. Да и в Штатах то же самое. У меня несколько клиентов со Штатов. Я их консультирую постоянно. Ты еще не вышел с фазы строительства, но ты уже заходишь в фазу ремонта. И срок возврата инвестиций просто удлиняется в разы. Ты не можешь, то есть по финмодели ты уже должен получать бабки. А по сути ты довкладываешь их за счет того, что меняешь фазу строительства на ремонт сразу. И ремонт, короче, там прям стопорит сильно, да? Конечно. Ты не можешь не ввести в эксплуатацию. То есть ты ввел в эксплуатацию, те инвестора или клиенты, которые заехали туда, они просто говорят, слышь, а ни хрена себе у нас тут плесень. А там влажность 80%, алло. Ну да. Ну как бы. И там плесень, там все начинается вот это. И еще исполнение. Потому что местные строители, да? Да местные вообще, ты что? Мои там вешаются просто. Ну прикинь, он делает стяжку, к примеру. Мы говорим, ты что? Ну последнее, да? У меня чат просто, я же постоянно контролирую. Ну для них стяжка, цементно-песчаная, вручную замешанная. Он может сантиметр положить. На крыше выравнивай, на крыше, на которой ливень просто после первого ливня она отлетает просто вот так просто, понимаешь? Ну то есть и таких вещей. За счет того, что они колотят арматуру в фундаментах прям в землю. Забивают, подвязывают каркат. Где агрессивная среда, где в дренажные канавы сливается вся канализация, где просто все разрывается. Они не имеют понятия о дренажах. Они не имеют понятия... Но они сильно отстали. Ну то есть они, ну к примеру, смотри, если ты возьмешь хорошую компанию с Джакарты, там, к примеру, они придут, тебе классно построят. Ну там ценник будет, космос просто. Ну то есть ты не выведешь. Прикол Бали, то что там Бали низкая себестоимость строительства. Потому что, ну там, в интернете зарабатывают 300 долларов, это хорошо зарабатывают. В месяц. В месяц. Там женщины носят на головах, как у нас тут, они на головах такие носят у меня часто. Ну ты, наверное, может, видел в сториз, да? Да. Они берут пластиковые боди такие, им туда насыпают грунт полный. Ну там килограмм 25 он весит. И они это все переносят. Эти женщины, кстати, за 150 долларов в месяц они могут это делать. Ну то есть, чтобы ты понимал себестоимость строительства. Это инвестиционная привлекательность, есть в этом, понимаешь? Но эту же привлекательность, вот срок разврата инвестиций и постгарантийные доделки сразу убивают, понимаешь? И нужно, и вот эта золотая середина у моих клиентов, которые заходят, то есть фактически мы сохраняем эту весь инвестиционную привлекательность для балийцев. Ну мы им говорим, чуваки, да, все классно, даете цену на квадратный метр, там, ну постройки они там все квадратные. Да, да, вот такая, вот такая там на контур, все, остаемся. И такие хоп, и я появляюсь, знаешь, моя команда моя, так же, как вот ты говоришь, стараюсь, мне нету. Я не даю рекомендации в группах, у меня отдельный чат, я просматриваю. Этим это скажите, а этим это тут так сделайте, тут так. И они уже, потому что там нельзя, там иерархия должна быть четкая власти, понял? То есть, если я там скажу, они уже его не будут слушать, или там наоборот им директор скажет, то есть мы заводим туда как главного технодзора моего, заводим на проект как главного. Если он не скажет, что окей, то ему не заплатят деньги, то есть даже директор от инвестиционной компании, которая им платит, то есть четкая структура. И я тоже стараюсь не вклиниваться, чтобы технодзор имел вес там, понимаешь ты, ну мой. Я ему даю рекомендации в общем чате, но неважно. Сам факт, что вот при этой модели, когда они заходят и мы говорим, сделайте вот так. Они как бы соглашаются, но многие, конечно, там и подкипают у них, потому что они не привыкли. Некоторые там, ну как бы, мы стараемся не менять, но так же, как и здесь. Есть сейчас уже ряд компаний, которые выдержали вот эту вот историю, к примеру, по Монолиту с нами, да. Они говорят, окей, они стонут, кряхтят, а там все, но делают. И мы говорим, чуваки, вот это вы красавчики, потому что мы с вами дальше пойдем. У нас там десятки проектов просто, и там, ну там комплексы таунхаусов, это не тут домики вот эти городить по 200 квадратов, знаешь. Там комплексы таунхаусов, там виллы хорошие по 1000 квадратов, которые там, опять-таки деньги откуда, СНГшные бабки, все отсюда инвестиции, все идут отсюда, оттуда, везде. Потому что, ну понятно, да, у нас сейчас ситуация такая, при которой люди просто ищут, куда пристроить бабки. Ну реально, вот так вот, просто в прямом смысле слова. Ну это вкратце про Балли. Так что, вот что я думаю, я не, ну что я делаю. У меня компания зарегистрирована, у меня там все функционирует. Я сейчас вот лечу форум там проводить для этого. И как бы землю сейчас покупаю для того, чтобы там построить дачку себе, где-то небольшую квадратиков на 150, там где-то подобрал место тоже. Ну вот, что я думаю, как бы. Интересно, интересно. А теперь все, это стройка, я понял, как уровень, а вообще вот сам остров, сам остров. Он интересный, он сложный в том плане, что... Просто очень много разных мнений среди моего окружения. У меня есть люди, которые там живут, среди окружения. Есть там, кто ездил, вернулся, сказал мне вообще не мое. Кто-то говорит, вообще кайф. Короче, мне интересно, что ты скажешь. Ты же первый раз туда полетел? Да, да. Я полетел первый раз и осознанно я знал, что куда я лечу, потому что там... Ну, слушай, у меня цинический расчет такой циничный достаточно был, потому что там... Я знаю, что там сильная русскоговорящая диаспора. Я знаю, что туда идут инвестиции. Я знаю, что мои компетенции там... То, про что я говорил, неважно, куда ты приезжаешь. Вообще, мне не важна страна. Я сейчас вот подаюсь там в Штаты на визу, я полечу в Штаты, мне в Штаты. В Австралию, ну как бы вот сейчас хотел открывать Австралию по технодзору. Ну, Австралия, я пообщался с Австралией, мне чуть не интересно там, знаешь. Ну, как бы я смотрю, что мне не интересно. Вот как бы Европа неинтересна по другим причинам, я скептически неинтересно. Вообще неинтересна Европа, я был 50 раз там. Нечего там делать. Мне неинтересно. А вот сейчас Штаты будем открывать, вот если... Ну, следующий год я хочу Штатам посвятить. И на Бали с таким же прицелом. Я на второй день уже обсуждал проекты, я уже на второй день делал разборы. Как туда прилетел, я еще не успел климатические пояса поменять, я уже был в проекте, понимаешь. Ну, поэтому я знал, в принципе, и я тут, ну, как бы я этими моментами... Образование, ребята, короче, вот если внутри вот есть вот это все, плевать, короче. Конечно, тебе точка входа, я это, знаешь, как я на ССТ это пацанам говорю, не важно, не важно в какой ты стране, не важно чем ты занимаешься, ты крутой сантехник, электрик, ты плиточник крутой, не важно. Тебе нужна точка входа, а точка входа на рынок, это любой человек в индустрии, первый, любых компетенций. У меня мурашки от тебя, короче, смотри, какая тема. Я, знаешь, что говорю своим, мне в любой город закиньте, мне нужно доползти до стройки, встать, возьмите у меня подсобник. Да, все бесплатно. Вот просто, вот бесплатным, пожалуйста, просто и все. И ты, короче, ты очень быстро, то есть ты очень быстро придешь туда, где как бы ты ездил. Слушай, я легко работаю бесплатно сейчас, ну вообще легко, потому что мне это не тяжело, я не считаю, что я работаю платно или бесплатно, я просто работаю, я просто делаю свое дело, кайфую. Бабки, они как бы, ну придут они там дальше, что значит забавить. И меня сразу же вскрывают люди, которые пришли еще ни хера, ну сразу со старта еще, знаешь, он еще двери не открыл, у него уже ценник с той стороны висит, табличка, столько, вот ты можешь и не открывать там, знаешь. Пока ты ценности не дал, какой можно быть разговор о ценнике, если ты не дал ценности еще. У меня знакомый наш, он такой, он приходит, такой говорит, короче, такой, знаешь, такой, руку тянет, смотрит на стены и говорит, у вас подготовка говно, меня зовут Олег. Ну, то есть, все, короче, вот, короче, это вот да. Еще ты не начинаешь с ним даже про проект, про малярку говорить, еще он тебе сразу, он тебе прям дает, ты такой думаешь, не, все, нахер, не хочу, не хочу, все, хватит. Да, поэтому, ну так, ты про остров спросил, по энергиям, знаешь, такая, там же много разных вот этих людей с энергией, детей солнца, я тем более в Убуде, мне понравилось тоже, я сначала скептически к нему думаю, океан, какой там Убуд, какой центр острова, джунгли там, а потом к Убуде как присел там, у меня такая там продуктивность. Слушай, я питаюсь раз в сутки, раз, у меня один раз прием пищи, тренируюсь там, ну, по два часа, там, готовился там по три часа в день, ну, два, два, два. Заплыва, да? Ну, да, я там заплыв делал, там, да, в Ocean Man, пять километров плыв, ну, причем я быстро, так я бегаю, вот, ну, ем один раз в сутки и нахожусь в состоянии, как бы, максимальной производительности, просто умываю, я не могу успокоить свой мозг, понимаешь, и там вот такая вот, не могу успокоить, потому что он постоянно, ну, такая, очень высокая производительность. Я это обуславливаю тем, что, наверное, там многие там, ой, тут энергия, тут чакра, оттуда космос там еще. Я тоже схептический к этому теме. Так какой там космос, там просто, я думаю, что, ну, мое мнение, если кто-то там знатоки есть, поправьте меня, просто немножко выше на дуремном море, немножко ближе в горы, небольшая дозировка кислородного голодания. Кислородное голодание, при котором, ну, немножко по-другому работают какие-то нейромедиаторы. Ну, то есть, у тебя вырабатывают какие-то в нейронах такие нейромедиаторы, наверное, из-за этого голодания, то есть, такой, ты прикайфованный, вот и все. Ну, то есть, ты такой в естественном кайфе за счет понижения или повышения давления, так умеренного прям. Ну, я думаю, что это так только можно, потому что, знаешь, я как это понял? Потому что я, ну, слушай, у меня как бы бокса 8 лет, я там к триатлону постоянно, по 3-4 часа тренировки, у меня достаточно такой организм выносливый. И я там что-то, хоп, с кровати, слышишь, у меня поплыл немножко, подожди, что такое, хоп, опять поплыл. Потом Лена, жена, она тоже как бы на триатлоне, она такой, в Убуд приехала, говорит, слушай, что подведет? Я такой начал анализировать, потом смотреть, а-а-а, есть тема. Многих не принимают, говорят, остров, это так и есть, меня колбасило месяца два. Где-то такое, знаешь, состояние дымо, не дымо, что-то сволочит, ты как-то не поймешь, вроде тут должна быть гармония, все же рассказывали там Бали, а я что-то тут не пойму. И потом вот это все проходит, и есть такая история, там, ну, там, с вулканами, все-таки энергия все равно какая-то есть, сейсмически активная зона, и ты пока в ней, в этом, в балансе не нащупаешь ее. То есть, приехать на Бали, побыть там месяц и сказать, я тут буду или не буду жить, это вообще глупо. Но надо приехать, это как бы для любой страны, приехать и пожить там несколько месяцев, полгодика, вот, как я пожил там, знаешь, и понять, да, ага. Мы только к концу нашего пребывания, ну, что, тормозимся, тормозимся, да, давай, все, ну, там, 4-5 месяцев, чтобы там жить, пока тут вся муляка эта срань серая, и потом к лету сюда возвращаться. Офигенно. Новогодние празднички, один дома, домик нарядный, елочка, все, пришла, это, февральская морская депрессия, и туда отвалил, приехал, а тут, а мы сейчас приехали, у нас вообще акклиматизации не было. Да, охрененно. Просто пау, ну, вот эти 2 месяца, 3, в Москве самые лучшие, вот это лучший город на земле, короче, на мой взгляд, вот в это время, я прям котащусь. А зимой мерзко, конечно. А это все, как бы, проходит, ну, вот, как бы, так, и, ну, у меня просто цель, у меня цель, как бы, такая, 5, там, у меня есть топ-5 стран, в которых я хочу не побывать, а пожить, там, по полтора, по два года, как бы, они есть, которые я просто, потому что, приехав в страну, походив, погуляв, там, где-то, ты не поймешь культуру, ты не проникнешься никогда этим, ну, то есть, ты не поймешь, о чем вообще здесь. Это тебя чуть-чуть наполнит, но до такой степени, как, если бы ты там прожил один год, впитался в это все, проник кухню, прошел вот этот период, когда тебе, ты не помнишь, чего тебе не хватало, когда ты прилетел. Вот этот важный момент, когда ты прилетаешь, тебе не хватает, мне не хватает, там, обычных продуктов, обычного сервиса, привычного сервиса, не хватает молочки, не хватает мороженого, чистая линия, килограммчик, знаешь, я присел после тренировочки, гах, ну, там, 200 грамм с вареницем, с мамыным, как бы, а там, блин, ты, сладючая какая-то маленькая пиндюрка такая, ты, ее просто, ну, то есть, много чего не хватает. И когда ты проходишь вот этот период, когда это не хватает, я в конце уже, а, бля, чего ж мне не хватало, чего ж мне не хватало, о, все, вот эта ассимиляция пошла уже, понимаешь, ну, как бы, и вот это, ты проникаешься культурой, ты принимаешь культуру, ты перестаешь скептически к этому относиться, перестаешь критиковать, начинаешь интегрироваться, тебя начинают радовать люди, ну, там люди вообще не могут не радовать, там просто, я бегу с утра, мне чувак пишет, подпишет какой-то, Лех, видел тебя, ты сегодня бежишь, я на мопеде ехал, а ты бежал по Буду, улыбался. Ну, ты просто бежишь, ты видишь этих людей, это искренние такие люди, вот ему, он всю жизнь сидит на этом месте, колотит там что-то свой, как она, что-то делает, и ты бежишь, он тебе, молни, алло, и колотит, и ты просто, у меня с утра мурашки просто, я прибегаю, я, ну, это просто до такой степени, ну, люди искренние, они тебе искренне рады, ну, мне так не были рады, не знаю, нигде, знаешь, я не видел таких людей. Как бы, ни Турция, ни Арабы, никто. Но есть момент, я что-то приезжаю, на мопеде там паркуюсь, нас там паркю, мы там все, ну, те, кто в Буде знают, тусят там. Я такой смотрю на охранник, думаю, что такое, не понял, болеет, знаешь, такой, хм, что-то там не брал, over there. Я такой, поставил мопед, и думаю, что-то не в то в этом. А-а-а, понял я, он на русского охранника начал смахивать, то есть он, он уже такой, знаешь, орусевший болезнь, то есть он на сложных щахках, как положено, нормальному охраннику сырье, он обучился, потому что наши же летят туда, и вот это, ну, а эти там постоянно работают, и он уже такое, ассимилировал, то есть он уже тут пропитался, знаешь, нашим вот этим охранником, вайбом охранника. Директор шлагбаума, я же говорю, да, 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 а обычно они рады, они говорят, о, хеллоу, давай тебе мопед схватили, поставили там что-то, ну, вот, поэтому это так, да. Я тебя понял, короче, обязательно я туда сгоняю. Да, надо сгонять, надо сгонять. Блин, а это у нас доехать на месяц. На месяц мало, Рубин. Ну, а я не могу. А-а-а, попался! Да, я не отрицал, я с самого начала не отрицал этого, у меня еще не та стадия. Когда могу. Точнее, могу, но не могу. Ну, не могу, да, да. Я могу, но не могу. Вот это очень важно, знаешь, это очень много происходит перемен в тебе, когда ты берешь вот так все, ну, ты же уже один раз это сделал. Я почему тебя спросил в начале подкаста, сделал бы ты второй раз? Потому что с этим вторым разом придет еще больше в твою жизнь. Ну, ты когда вот так вот просто отстаниваешь. Ну, должно что-то произойти. А зачем тебе этого ждать? Ну, ты, ну, как бы, видишь, должно произойти, но мы всегда так ждем. Ну, мне типа намази все. Вот как раз, когда намази, надо поставить все к стенке, блядь. Я знаю, знаю, да, знаю. Тогда же рост начинается, потому что потом засидишь. Знаю, знаю. Не, ну тут каждый сам решает. Я для себя любой кризис, знаешь, у меня уже любой кризис – это точка роста. Я на каждом кризисе, если не финансово, то личность нарос. Ну, в любом случае, в каких-то историях. Вот каждый взять. Вот я, я, этот кризис больной, тяжелый, он скорбный, он, ну… Ну, да, я согласен. Но все равно ты можешь, я там где-то, ну, как бы, я выкрутил эту ситуацию, все равно нашел какие-то там моменты, за которых можно там прогрессировать для себя. Потому что мы все-таки живем для себя, мы живем свою жизнь. Да, поначалу у меня жестко было, ну, как, я там, несколько проектов у меня завернулась, и стройки завернулись там, и все такое, ремонт. А потом как-то откатилось, не просто откатилось, а даже хорошо откатилось. Потому что жизнь надо продолжать, ну, мы, ну, жизнь, она продолжается. Ты же не можешь за счет чьей-то судьбы остановить движение своей судьбы. Ну, как бы, это же глупо, ну, ты должен жить. И как бы, как бы не было больно, печально там и так далее. Вот у меня сейчас живут родители, жены, они вообще всю жизнь строили дом, всю жизнь свою, им сейчас 55, и они только год в нем прожили. Прямо три прямых. Мои тоже все. Я сейчас их тут, я, в принципе, что-то, ну, одна из мотива, что я прилетел. Ну, во-первых, соскучился, а во-вторых, как бы, устроить их. Ну, а чтобы сейчас достроить все тут. Полечу туда. Да и тем не менее, знаешь, мы счастливы. Материальное, вот ты, знаешь, момент, материальное – это самое минимальное, что мы можем потерять вообще в жизни. Вот самое минимальное. Бабки, дома, тачки, вообще, что такое вообще. Ну, а че? Заберите все. Согласен. Да, ну, да, да, да. Второе – свобода, третья – жизнь. Ну, как бы все. Ну, то есть, вернее, наоборот. Ну, то есть, самое главное – что? Жизнь, конечно. Жизнь, здоровье. Жизнь, свобода, близкие. Таким образом? Да, да, да. Ну, то есть, жизнь, свобода. Ну, нет, ну, близкие, подожди, близкие – это тут же, в первом пункте. Первый пункт – это твоя жизнь и жизнь близких. Да, пока у меня в семье все живы, слава богу. Да, и я считаю, что в этом самое богатство. Потому что, ну, с теми ситуациями, которые были, они все живы. Второе – там, ну, как бы потерять. Да и, слушай, я вот так, ну, отказался сам от всего. Все, ехал, ну, как бы, знаешь, я не знал, как там будет. Ну, ты материальная, ты отвязываешься, да. И, как бы, это третье. Ну, еще страх самый большой – потерять свободу, да, есть. Ну, это такой страх. Он большой, да, он у всех большой, но, слушай, его можно пережить. Ну, как бы, да, ну, ты там дальше. Я всегда говорю о том, что выводы делать… Вот, знаешь, есть ситуации такие в жизни, когда ты, типа, я частенько себя сейчас ловлю на этой мысли. Ты такой, типа, о, в промежутке ты уже такой выводов наделал. Все, стресс себя загнал. А потом такая хоп и разрулилась. Ты думаешь, ну, вот ты лошара, взял, отдал сейчас здоровье за это. А ситуация-то еще не дошла до своего конечного завершения. А ты уже наделал в голове выводов и чуть-чуть себя шатнул, как бы. И вогнал себя в раздрайв какую-то, в разбалансировку. Поэтому эта ситуация, ну, как бы, любая ситуация, пока ты жив, твоя ситуация решается. Вот мой… И в то же время, и даже когда лишение свободы идет, да, пока ты же жив, ну, значит, она когда-то решится, эта ситуация, и, ну, как бы, будут еще моменты. Ну, в любом случае. Вот когда уже умерли, тогда все, тогда все закончилось. А пока есть время все исправить, пока живы. Если бы не стройка, что делал бы? Я не знаю, я не учусь. Ну, типа, это же не то, что хобби, это твой смысл, стиль жизни. У меня же там девочки такие, которые по энергиям там. Вау, что там? А ну-ка, давай, астрологи, а ну-ка, давай, 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 что там, когда родился? Я там, что-то, 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 ты же стройкой, наверное, заняли. Ну, да. Стройка – это все там твое, у тебя тут самая сильная энергия стройки. А ну, тут у тебя все. У меня то же самое говорили. А у тебя когда отнюхать? 18 марта. Рыба. Ну, они тоже, знаешь, такие. Я их слушаю, там. Мне нравятся все вот эти ребята, но с них надо брать то, что тебе выгодно. Ну, как бы, я понял. Естественно. Слушай, а то, что невыгодно, я не беру. Так, давай, что там хорошее? Давай, соберу. Вот тогда говнецо оставь себе. Не буду брать. Потому что я открываю, знаешь, с этим по энергиям, типа, я же с ними там, ну, фа-фа, ля-ля, там, крошки. Одна там пишет, сегодня новолуние, не вздумайте, знакомиться, не вздумайте, никаких дел делать, ничего делать не нужно. Второй открываешь, там, другие, сегодня новолуние, отличный повод для знакомства, новое, начинание, строим планы. Я думаю, так, малышки. Походу, сегодня простый кайф посидеть дома, пряму первое, да? Да, да. Есть такое. Так, мы сейчас будем, наверное, переходить к каким-то вопросам, которые нам тут, короче, это самое. Кто-то что-то хочет знать. Так. Ну, да, наверное, думаю, да, да. Так. Ну, опять будет про Партнягина, но мы не будем этого касаться, я думаю, да, уже все понятно. Что, с Димоном все отлично. Мы в длинном стратегическом партнерстве, сейчас, как бы, вопрос стоит, надо ли, не надо достраивать баню его, потому что это общий вопрос, который, ну, тот тоже про бабки, там, десятки миллионов, сотни миллионов денег, и которые, ну, тоже, он как нормальный человек, тоже думает, надо оно ему или не надо. Вот, и у меня сейчас тоже, как бы, фокус не туда. Мы закончили, там, эти все проекты, вот сейчас Сиберия функционирует, я, правда, еще туда не доехал, меня ждут. Все, у нас все замечательно, мы в долгом партнерстве, Димон, Димон красавчик, команда, все, мы работали, у нас все, кого что-то интересует, посмотрите просто на YouTube-выпуски, там, по-моему, все понятно. Ну, как бы. Да, Сиберия, Кайф, Сиберия вообще Кайф. Все, посмотрите, там, все понятно. Я даже в Инсте подписался. Да, это крутейший продукт, я горжусь, что я поучаствовал в этом проекте. Я в бане обожаю с детства, в бане, с 14 лет в баню хожу стабильно вообще. Димон доверил мне этот проект, ему отдельная благодарность, потому что я, ну, как бы, ну, знаешь, это люди, с которыми ты растешь, вот я с ними первый раз, ну, это объективно, знаешь, то есть у меня, мне там, типа, и это не в заявках, ну, типа, мне, знаешь, там, когда я попал на проект первый раз, мне звонят там чуваки, говорят, Лех, а ты там вот с террасами там замутился, а что, сколько заявок там было? Что, стоит, не стоит? То есть они бабками. Я говорю, пацаны, я бабками не меряю вот эту историю. Ну, какие бабки, ну, я вообще подумал. Я тут кайфанул, я тут кайфанул, я на это прощу, конечно. Потом оно возвращается, ко мне клиент приходит через год, говорит, слышишь, я тут на дорожке бегал и смотрю, выпуск мне попался, ты террасу там делал. Он зашел на меня, посмотрел, а ему вообще надо было ремонт квартиры там сделать. Конечно. Ну, то есть вообще, а что, какую ты конверсию тут замеряешь? Да, это слишком много, 7-8 касаний должно быть, да и вообще, даже дело не в касаниях. Да, конечно, нет, там просто про другое абсолютно. Мы первый раз встретились с ним, когда вот эту террасу снимали, вот этот выпуск, мы как будто мы знакомы всю жизнь. Мы вау, вот так просто. Все пацаны уже в камеры посадились у всех, стали снимать, знаешь. Ну, то есть это про энергию, про чувство, знаешь, как ты чувствуешь. Ты говоришь, какой человек, чувствуешь, не чувствуешь, мы как бы чувствуем друг друга в этом плане. Ну, то есть, все, поэтому, знаешь, про Димона, еще вопросы какие там задавали. Не, знаешь, я смотрел за Портнягиным, короче, прям вот начало, Портнягин пошел, короче, там дул-дул-дул. Потом хейт, дикий хейт, несколько там, год, наверное. А я прям смотрю, знаешь, скосит и думаю, короче, и тут я понимаю, что он все протопил, все преодолел. Что там, кто бы мне не говорил, какая моржа, какая там, ой, похуй. Вообще, я, короче, я прям смотрю, респект. Вот просто респект, потому что просто он все это прошел, комьюнити, короче, 500, тревел, короче, вся эта херня себе. Просто, просто топ. Вот реально, я прям смотрю, я прям кайфую. Прям вот я, я прям кайфую. И когда я тебя там увидел, я прям тоже кайфанул. Так, сейчас зайдем, посмотрим чуточек комментариев, что там они нам нахерачили, короче. Мы так и не выложили, походу, вторую историю. Вот это VPN, это в натуре вот просто дичь. Да, трафик, а у тебя трафик откуда вообще? Сейчас? Ты раньше крыл трафик? Ну, в смысле трафик чего? Ну, трафик, ну, с инсты, откуда клиенты? Или у тебя сарафан чисто нету, да, такого? Ты что, мне еще пофиг на инсты, ютуб и все такое, короче, вот. Ну, по-хорошему. Ну, у тебя сарафан, да. Не, подожди. Ну, смотри, я делаю, смотри. Не надо обесценивать. Ну, нет, обесценивать не надо, это для другого. Ну, если честно. То есть клиентов приходят, понимаешь, для кого я делаю контент? Ты понимаешь, для кого я делаю контент? Я делаю контент исключительно для мастеров. Ну, что, по-твоему, сейчас наш разговор, который мы слушаем, нам будут слушать клиенты, то, про что мы сейчас говорили. Я делаю мой контент весь, вообще весь с самого начала был построен исключительно для мастеров. То, что ты видел вчера с кучей строителей, это же о чем говорит? О том, что весь мой контент для этих пацанов. То есть они пришли ко мне, понимаешь? То есть я не делаю контент какой-то для… Как только я захочу масштабировать компанию в меньший сегмент, когда я пойму, что я хочу вот к этим вот ребятам сделать, и мне как, тогда я начну рекламную компанию такую серьезную. То есть у меня есть все инструменты этого. То есть я хорошо разбираюсь уже в ЦРМке, я хорошо разбираюсь во всем, в ледогенерации, впрочем, в контенте для таких людей. То есть тогда я буду его делать. Сейчас я делаю контент исключительно для… Потому что мне это нравится. У меня за последние 10-15 выпусков не было ни одной рекламы. Кроме своих продуктов. Это какой кайф, прикинь? То есть я рекламирую свой же проект, прикинь? Это же клево. У меня никогда не было. Это прям клево. Не-не, сейчас объясню. У меня были сложные… До 24-го у меня было 500 плюс только, короче, рекламы. То есть я, ну, в смысле я… Ну, все нормально было. То есть прям вообще я прям не жужжал. То есть я мог делать проекты, мог платить, короче, людям и прочее, прочее. Именно из-за этого… На ютубе? Одинная часть, да, на ютубе. И инстаграм. Инстаграм. У меня инстаграм хорошо качал. То есть в плане, если мы говорим про финансы, про долгосрочные партнерства. Я же тебе вот говорил, я сделал… Представь, я сделал 160 выпусков с одним и тем же партнером в течение трех лет, каждый понедельник, осмысленный контент с утра. Я партнерился с ним по договору и потом начал делать, да? И поехали, да, да, да. Вот так. То есть европейский бренд церезит, ну, прикинь. То есть три года ты с одним и тем же партнером все четко, душа в душу, то есть ничего не… ну, то есть идеально. И ты три года… Представь, какой это уровень осознанности, когда ты, короче, три года, чтобы с тобой… Вот мы с Андрюхой, неважно, где мы там, в Сочи, мы в Ростове, мы в Москве, или мы, короче, в Москве снимаем в 7 утра, что в 8 должно выйти. Или мы там где-нибудь в Монако, короче, с ним вот после тусовки там такое утро, короче, чок, все сейчас пильнем, короче, и ты такой садишься, просто раз домой. И мы делаем этот контент. Вот. То есть мы делали это три года подряд. Представь, каждый понедельник. Ты же знаешь, что такое контент. Прикинь, вытащить осмысленную минуту с началом, с серединой, законченную и текст. И плюс еще такого качества, как мы делаем. Это было очень сложный высот, короче. Да, да, там напрягаются мозги сильно. Да, поэтому, конечно же, это был, ну, отчасти, то есть только отчасти коммерческий проект. Вот. И я, Ютуб, ну, Ютуб там много коммерции было. Ну, то есть, опять же, но я не делал, если можешь, вот я про «Завари дом» тебе показал. «Завари дом» — это проект, понимаешь, это проект. Мы строили, короче, такой майбах среди, короче, бытовок. Вот представляешь себе, да? Такой S-класс среди бытовок. То есть там все металлические каркасы с жесткостью. То есть я затупил, я, короче, я очень сильно затупил. Я, короче, сделал пену внутри. А пена, она является, ну, звукоизоляция... Причем, знаешь, я сделал нагрузки, я сделал расчет, короче. Вот, и мне по расчету показывают, короче, что, типа, звукоизоляция — дерьмо. Я думаю, да ну, блядь, я там, типа, что-нибудь придумаю, короче. И я, короче, все равно повелся на то, что проще. И я сделал сэндвич внутри. То есть я взял панели, получается, с одной стороны, железные такие клевые. Короче, вот я их полностью проклепал, и у меня была, ну, такая пустота. И я в ней, короче, взял, шибанул, типа, сэндвич, короче, с ППУ. Вот. И дальше зашил фанерой и совершил большую ошибку. То есть я мало сделал мембраны. Вот. И я, короче, то есть я сделал такую паропрони... Это не совсем паропрони... Ну, короче, ошибка. Должен был термос до конца делать. Нужно было просто отгидроизолировать все. Из-за отсутствия фундаментальных знаний и скорости, короче, то есть того, как мы делаем, нужно было быстрее, короче, ну, не то чтобы... Я, короче, вот сделал несколько ошибок. Сейчас я уже понимаю, где... То есть у тебя пена, получается, капиллярный пар в себе аккумулировала, да? Да, ну, да. То есть, короче, и были моменты, то есть мне пришлось, что сделать? Мне пришлось, короче, мне пришлось, короче, сделать гидроизоляцию. Мне пришлось просто изнутри сделать гидроизоляцию. Вот представь. Потому что я затупил с мембраной. Мы поставили, ну, такую дешевую, быстро, мало, короче, потому что мы потом, мы набрали каркас и взяли вот 12 сантиметров, шибанули, короче, пеной. Счистили, короче, шибанули фанерой сверху. Прямо ППУ, да? Чистым, задули. Прямо ППУ задули, да, и мы сделали сэндвич. Я же говорю, мы сделали искусственный сэндвич сами. Представь, с тем, что у тебя металл тут рядом, короче, и все, да, в металл мы там, мы напихали в металл, конечно же, там, эти сделали отверстия, чтобы, если что, слилось, короче, там, ну, типа, продумали. На самом деле не прям жопа, вот, но, да, но, короче, такое себе, вот. Я сейчас бы так не делал. То есть я бы сейчас сделал вентфасад, я бы сделал нормальный вентфасад, чтобы, короче, хотя бы там, хотя бы 10 миллиметров, короче, чтобы все там уходило. Ну, 10 миллиметров это такой. Ну, хотя бы, то есть, ну, а ты не можешь, ты же в рамках габарита. Ты же в рамках габарита, ты должен понимать, что, как бы, там ты должен чем-то жертвовать один хер. Вот. Такая история. Так вот, и, естественно, и еще мы делали разные проекты, то есть я там делал один день с мастером, да, это вот то, что я тебе тогда предлагал с самого начала, когда мы один день живем, короче, вместе. Вот. И, короче, ну, и мы снимаем. Это интересно, это тоже интересный формат. Вот. Ну, и еще целую кучу разных всевозможных, короче, проектов небольших, вот, я делал. И не да, то есть они были монетизированы. То есть не реклама с самого Ютуба, это чушь, а именно спонсорами. Вот. Ну, они сами ко мне приходили, короче, а я не делал просто рекламу. А я говорю, не, я так неинтересно. Ну, я тоже отказываю. Я только партнеров. Неинтересно. Да, неинтересно, короче, вот там. Ну, вот, грубо говоря, вот у тебя сейчас в руке это браслет с моими генеральными спонсорами на мероприятие. То есть при этом, при всем, они ни одного слова не сказали, короче, на сцене. Ни одного. Ни одного. И они не брали контакты у людей. Это мое условие. Если вы хотите на такое мероприятие, которое делаю я, оно тру. То есть вы не имеете права там собирать контакты. Вы можете кайфануть вместе с нами. То есть мы, ваша ЦА, при любом раскладе, они тиры там привезли, поставили. Ну, ты видел, короче, всякие молотки, джанги там. Кто что смог. Вот им все кайфанули, всем сказали спасибо. И они же кайфанули. Они говорят, такое душевное мероприятие мы не видели, короче. Но при этом, при всем, они не делали там рекламу. То есть мы не делали там пиар, да. То есть в следующем году будет еще прикольнее. То есть, соответственно, и тут по-разному можно продавать рекламу. А можно просто в тупу, знаешь, вставить вставку там. Петрович там везет вам туда-то там. Ну и что? И все. А можно прямо вообще рассказывать про Петрович магазин? Ну, блин, можно. А можно сделать проект, в котором ты ночью приезжаешь к Петровичу и говоришь, блин, кайф. В час ночи мы можем, короче, здесь купить то-то, то-то, то-то. Это разный кайф. Разная история. То есть разная. То есть есть зашкварная херня, когда тебе говорят, ну, типа, вот я говорю, вот это я не буду вообще. Вот это зашквар, вот это не вариант. И это люди чувствуют очень хорошо. Вот. И то есть продаваться вот так не важно. Нет, ну, тут нейтинг такой. Да, 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 да. Короче, зайду, я все-таки посмотрю, что нам там пишут. Сколько мы, интересно, уже тут сидим? Час пятьдесят. Час пятьдесят, нормально. Что для тебя спорт? Как он помогает в нашей сфере? Тут пацаны нахерачили нормально. Сейчас все будет. Видишь, тебя знают мои. Нам нужно обязательно обвиняться, потому что… Ты же видел, были люди, которые на этом санте подходили? Да, многие писали там в личку, что увидел там тебя. Кто-то подходил, а дофига. У меня есть ССТ у тебя было там, я не знаю, человек 10, наверное. Клево, клево. Кто проходил ССТ, они о-о-о, мы там… Ну вот это, вот это и есть, вот это, когда вот… Да, 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 да. Слушай, без спорта я вообще не понимаю, как можно функционировать. Ну то есть у меня не укладывается сейчас. Раньше еще, да, у меня сегодня жена приколала, говорит, а помнишь, ты раньше не так спортом занимался? Ты раньше тренил до мая, а с мая по сентябрь ты прибухивал где-то на рыбалочках, там тусил постоянно, а потом в сентябре опять начинал ходить. А сейчас у меня там, ну, как бы, я сейчас в летнем режиме, это значит, я могу две тренировки, вернее, два выходных сделать, к примеру, в неделю могу. Ну, редко это бывает. А так вообще каждый день у меня. И это основной источник энергии, то есть это баланс. Это баланс мысли, это баланс внутреннего состояния. Мне нужно решить вопрос, упорядочить. Я вышел на пробежку, я пробегусь. Мне нужно вот сегодня было обдумать конференцию, по, к примеру, по Бали. Я нырнул за два километра, которые я проплыл, я там накидал, вышел помощницей, быстренько все. То есть у меня это концентрация максимальная. То есть для меня это, ну, и плюс это преодоление. Если мы говорим про соревнования какие-то, преодоление себя. Когда ты нанял помощника? Я давно нанял. Мне просто интересно, когда человек вырастает до помощника давно. Ну, наверное, третий год. Третий год, да, нормально. Так, тут есть и прикольные вопросы. Ну, есть, короче, ладно. Давай все. Ну, я понял. Спроси у Лехи, когда будет коллаборация с рэпером Сявой. Не знаю. Так, с чего начать образование компании по строительству малоэтажных зданий? Сознаний. Сознаний в этой индустрии, да. С чего вообще? Нужно получить максимальные глубокие знания в продукте, прежде чем заниматься этим продуктом. Если ты построил два дома как-то или участвовал при строительстве или видел, то это не значит, что ты можешь еще строить дома. Очень часто для нашей индустрии те, кто… Ну, первый объект становится последним по разным причинам. Да, тут есть этот вопрос. А давай на него и ответим. Первый проект, как он был, почему пришел, какие были страхи? Первый проект у меня, знаешь, как начиналось? Ну, где первый проект? Ну, не знаю. Ну, к примеру, первый проект – это сливная яма в Луганске. Да, у меня то же самое. Сливная яма, я выложил сливную яму, бля, понимаешь? Знаешь, как у меня был первый проект? Знаешь, прикол? Я, короче, больной человек. Я, короче, копал в огороде, короче, эти самые, понял? Я выкопал яму, накрыл ее, короче, шифером и присыпал. У меня такая там была, типа, халабуда, короче, в яме. И, короче, как-то в один из дней там такая, типа, темно было, короче. Ну, не знаю, сколько мне лет было, ну, прям вообще, прям малой-малой. И я такой туда, бах, такой, и в воде такой сижу, как-то, прикинь? Вот, ну, короче, это было жестко. Я понял, что это все херня. Я залез на чердак, на крышу, через дымоход. Я же, блин, через дымоход, мне, типа, там, не знаю, там, 7 лет. Вот, я через дымоход прокинул, короче, этот самый, как его, шнур, лампочку там, все такое. Огородил, короче. Ну, в общем, вот первые проекты были. Если мы говорим про такие проекты, то я работаю руками с отцом на стройке где-то с 11-12 лет. И в 13 лет мне заплатили 1700 рублей, я вырыл под туалет. Я вырыл своими руками, вот тут в Челюскинцах. Ну, Шабашкин, что родители ездили, я вырыл. Я, мне заплатили 1700, это были сумасшедшие бабки. Я себе костюмчики, там, кроссы купил, бандану, ну, по красоте. А если мы говорим про коммерческий проект, то у меня были, я там заработал какой-то, ну, как бы я, была у меня такая история, я почуть зарабатывал всегда где-то на каких-то, там, про мне, там, в суденческие годы, какие-то точки, там, диски, что-то. И я осознанно пришел в индустрию. Я диски продавал. Осознанно в индустрию пришел, как бы, я пришел поработать в строительной компании, в первую, какую я устроился, вот как мы с тобой разговаривали. Мне не важно было денег сколько, я в Луганске, это мне было 24 года, я уже был на Форестере, у меня хоблотики, знаешь, там, я, как бы, я пришел в компанию, в которой мне надо заработать, мне надо зайти в рынок. Я дал объявление в газету, меня пригласили на собеседование, они такие, ну, конечно, а там такая 20, мне дают дом, тысячу квадратов склеенного бруса, он уже построенный, и 24 гектара участок, и там все, озеро на 30 тысяч кубов, и я, салага, 24-летний, без опыта, 23-летний или 4, без опыта вообще, и у меня 30 алкоголиков. Они мне говорят, да, на, у тебя опыта нет, но мы что-то, ну, что-то они почувствовали, знаешь. И они мне дают этот проект, как бы, туда, я, ну, с этим, там, был помощник у меня. И я увозил, я там просто, там, этих алкоголиков выносил, ну, короче, я стартанул, компания в кассовых разрывах была, они свернулись очень быстро, я вытащил это, я потом оттуда забрал первых людей, и, как бы, и подал так же объявление в газету, типа, на услуги, все, брат, писал, и псокартон, кладка, все, 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 и мне позвонил чувак, и говорит, слушай, мне тут надо яму сливную под туалет выложить из кирпича, я одного своего дергаю, и приезжаю на Форестере, там, за 25 тысяч долларов машина, я приезжаю, привожу этого каменщика, а он смотрит на меня такой, этот копает, ну, там, кладет, и этот что-то смотрит, он не может связать, короче. У меня так тоже, особенно в последнее время у меня именно такая тема. Ну, типа, типа, что так, ну, а у меня вход был, и потом уже второй клиент позвонил, уже гараж построить, и я, как бы, уже, там, в 25, в 25-26 лет у меня уже такая компания была в Луганске, я уже двигался, там, почуть, там, уже дядьки начали на меня выходить, такие солидные, я уже начал, там, там, с блатными, там, где-то, что-то, знаешь, там, уже... Тут есть такой комментарий тоже, сейчас я его тебе сочту. Ну, Луган же, шо, ну... Да. Когда его видишь, думаешь, что гопарь, сразу хочется деньги ему отдать, чтобы не заебывал. Карточки, номер карточки пришлю, братан, переводи сразу. Строительный университет или курс ССТ, и как высчитываете, нужно ли сейчас высшее строительное образование? Конечно, университет. Фундаментальные знания. То есть, слушай, самый главный, мне очень много пишут молодых, самый главный навык, который я приобрел в универе, это учиться. Я в школе не учился, я начал учиться в универе. Я научился учиться, я научился принимать информацию, и я до сих пор не составляет сложности. У меня проблемы в менеджменте, в управлении, я беру курсы, иду, я сейчас думаю про MBA и так далее. Ну, не знаю, насколько это мне нужно сейчас, но думаю, то так, то так. Ну, прохожу курсы разные, знаешь. Я научился учиться, и вот эти знания интерпретировать, то есть, курс ССТ даст вам базу в малоэтажке, ну, базовое понимание в малоэтажке. Я там постарался саккумулировать вот эти все знания промышленно-гражданского строительства, нагрузки, усилия, геологии, климатологии, все это все, что как при каких условиях, в которых работает современный дом. Ну, и нагрузки в этом современном доме для того, чтобы он нормально эксплуатировался, я туда интегрировал. То есть, но базовые знания в любом случае были из, это академические знания, я их просто интерпретировал. А широту мысли вам даст только универ, и то, если вы будете погружаться, и помимо того, что это будет универ, и вот это как, я не знаю, сейчас задают они, не задают такое вопрос. Мне когда задают, у меня просто волосы, которых нет, становятся дыбом. А какой мне диплом лучше, чтобы в жизни определиться, подойдет гражданское строительство или промышленное, или еще там какое-то? Какой тебе диплом вообще? Тебе скиллы нужны, тебе навык нужен, а не диплом. Тебе диплом, мне ни разу он не понадобился в жизни, ни разу. Ну, как, я настрой хотел подаваться, а потом, знаешь, что такое? Помощный, говорю, отправь документы, ну, как бы, настрой соберите. А там трудовую надо было, понял? А у меня нету, я же не работал никогда. И я такой говорю, ладно, сейчас нарешаем трудовую, ну, что такое трудовую? И я понимаю, что я начинаю делать вот эти бюрократические действия, которые сделали вот эти тысячи этих людей. То есть я решаю трудовую, я иду вот этим путем безлаберным, бюрократическим, продажным, взяточным, за который покупаются вот эти мнимые компетенции, в которой голове нет. И там половина, если не большая часть в этом настрое, это просто имбецилы, которым вообще строить нельзя. И они не разбираются в этом. Они просто принесли, что им сказали, трудовые, как у нас в стране, собрали пакет документов, ах, тебе все, ты строитель. Ну, я думаю, что, я туда собрался, как бы, с ними в одну планку? Да не, ребята, я без вас обойдусь, как бы, мне не надо вот это ваше признание, знаешь, у меня как бы есть своя... Нет, в трудовой первая запись, знаешь, какая? Генеральный директор. Это в Эфи Ком. Поэтому, заканчивая тему о дипломе, диплом вам ничего не даст, вам нужны навыки. И источник этих навыков как раз будет та информация, формирование той информации в универе, которую вы получите. И потом это как дерево начнете нанизывать. Ну, то есть ССТ тоже как дерево. Если у вас нет времени, вам надо вот сейчас уже работать, сейчас зарабатывать, либо после универа молодые приходят, они же, знаешь, вот эта куча ошибок, которые мы с тобой совершили, куча... Ну, это же простые вещи, да? Ну, то есть ты сейчас скажешь, ты сейчас сюда тебе придешь и скажешь, братан, ну так не делай по-любому, не надо. Вот сделай чуть-чуть по-другому. Ну, ты же ему скажешь, да? Он все равно сделает. Да, но он все равно сделает, но ты хотя бы ему скажешь, может быть, шанс есть, что он так сделает. Шанс есть, да, шанс есть. И это вот, ну, ты как бы нанизываешь. Ну, универ нельзя заменить ничем, нельзя. Никакой самый даже... Просто важно, как ты в этом универе. Ты пришел, отдал, папа за тебя заплатил, и ты такой с дипломом думаешь, что ты строитель. То же самое вот у меня есть такие ребята, которые покупают курс, и его не проходят. Ну, нахер ты его вообще взял-то, да? Ну, то есть ты что думаешь, что ты купил, он тут тебе само залезет? Да нет, там думать надо, там домашки надо делать, там голова должна вскипать просто на зумах. Их там каратит, понимаешь? Ну, реально, пацанов, знаешь, те, которые не с индустрии. Так они потом технодзорами ко мне приходят, не с индустрии, понимаешь? Я ему... Вот у меня сейчас Рома приехал, он на Бали, он не из профильной истории. То есть он вообще фасадчик, он прошел курс, он выгрызался там, он с меня вытаскивал все, что ему интересно. Я ему сейчас... Он сейчас строит комплекс на 1200 квадратных метров технодзоре. Да, я его контролирую, я шеф над ним делаю. Но он в материале уже, понимаешь, в базовом, в точках контроля, который он понимает, что тут защитный слой такой, тут такие... Он мне доносит правильно, у него сейчас задача какая, вот эти молодые технодзоры, которых я воспитываю, у них задача правильно донести до меня вопрос. Я так ставлю, знаешь. То есть он до меня донести должен вопрос таким образом, то есть введев проблему, он не обязан в ней разбираться, он обязан меня поставить в известность этой проблемы, я ее решу, передам ему, он в следующий раз ее уже переложит на другую. То есть правильно увидеть ее. Ну вот такая история. Идите в университет, не теряйте время, сколько бы вам лет не было. Только так. Круто. Я для себя делаю вывод тоже. Так, что финалить будем? Давай. Леща попиздим. Да я не знаю, как у тебя там что. Это нормально, два часа просто, два часа нормально. Ну давай еще что-нибудь, давай посмотрим, что у нас там еще было из вопросиков. Так, что у нас тут еще есть? Так, баня Сиберия, мы уже это поговорили. Так, трансформатор дом. Да все, ладно. Топ-3 человека в медийке в нашей сфере. Блин, ты прикинь, я… Ты никого не знаешь. Не знаешь никого, я ни на кого не смотрю. Да. Вообще, я не подписан ни на… У меня есть там мои партнеры, с кем я, ну мне чисто нравится, мы там как бы работаем, вот, я на них подписан, ну из-за уважения, знаешь, там. Я не знаю блоги, мне кого-то пишет, кто-то там что-то говорит, я не знаю, мне не нужно. Я никогда не смотрел на конкурентов, мне все равно бивал этот момент, изучайте рынок, изучайте конкурентов. Я всегда имел на это свое видение. Зачем мне изучать, я же буду его ошибки на себя принимать. Ну, то есть, я хочу свой путь пройти, мне надо его изучать. Ну да, у него там что-то хорошо. Я же не смогу отвязаться от вот этого его видения ситуации. Зачем мне нужен? Третий слайд моей презентации «Не сделай себе кумира». Третий слайд моей презентации. Типа, ну короче, работай до тех пор, пока твои там кумиры не будут твоими партнерами или конкурентами. Красавчик, красавчик. Не знаю никого. Я тебя понял. Ну, в любом случае, хорошо, окей, у меня просто такой личный вопрос. Ты смотришь YouTube вообще? Вообще нет? Я вообще ничего не смотрю, у меня нет времени. Только читаешь, да? Я читаю. Ну, слушаешь там, вот это слушаю аудиокниги, например. Я тоже слушаю, но мне сейчас я глубоко, ну, как бы, почитать. Слушай, все меньше и меньше времени. Хочешь? Остается на это. Как бы, нам все меньше. Вот чтение в приоритете. Чтение в приоритете, а остальное, ну, там, я смотрю пять фильмов. Я не знаю, откуда у людей время смотреть фильмы. Я не знаю, я не смотрю фильмы вообще. Ну, мне пять. Сериалы, что такое сериалы? Нет, нет, ты смотришь этот сериал. Игро Престова в один раз я посмотрел. Это первый сериал. Когда вы его смотрите? Откуда у вас? А потом вы удивляетесь. А что ж вы такие неуспешные, е-мое, в жизни? Ну, как бы. Потому что у тебя есть время на сериал, а у меня его нет. Я не могу себе позволить его потратить на сериал. Да я, блядь, видос сделаю лучше, знаешь. Я погружусь, я разберусь. У меня там куча информации, в которой мне надо разбираться. Проекты летят, как бы, постоянно в задачи летят нерешенные. Ну, как это сериалы? Что значит сериалы? Аминь. Я хотел, ты мне говорил про менеджмент, про инструменты и прочее. Вот просто хочу поделиться по-братски. И кто досмотрит сейчас, вот сейчас будет интересная штука. Открытие этого года моего. Я стал делать по-другому задачи. Вот смотри, мы с тобой поговорили. После нашего разговора можно составить протокол совещания. То есть, вот когда ты собираешь своих пацанов, да, там, рпшников, надзорчиков, называй как хочешь. Вы поговорили. После этого у вас должен быть протокол совещания. Это в смысле не я придумал, это менеджмент. То есть, я к этому пришел. После протокола совещания создается АПГ. То есть, агрегированный план график. Смотри, что это такое. Это когда у тебя есть задача, у тебя есть бюджет на нее, у тебя есть на нее прописанные четкие сроки, и у тебя есть статус по ней. И все это, короче, во времени растягивается, как канбан. Растягивает. Ты прям ставишь, что вот это должен сделать. Это, это то, это то. То есть, это обязательно ключевая штука протокола. Иначе все совещания превращаются просто попиздеть про психологию. Ты сам уже. Вы собрались, вроде поговорили, а кто что ушел, с чем, хер его знает. Тут у тебя есть, короче, дальше АПГ. Вот, то есть, любой бизнес строится так. Вот я сейчас строю разные бизнесы, и я P&L-модель сейчас я не буду про это тебе рассматривать. Так вот, а после, короче, АПГ, когда у тебя есть АПГ, у тебя недельные вот эти встречи, да, она называется планфакт. То есть, грубо говоря, ты приходишь на встречу, которая называется планфакт, вы на основании АПГ и предыдущей, короче, то есть, самого протокола совещания, вы говорите, ты должен был сделать вот это, вот это, вот у тебя в АПГ написано, должен был сделать, что сделал. Если не сделал, почему, что это. И потом на основании потом вот этого свежего совещания пишется точно так же протокол, АПГ пошел. И, короче, это тебя, знаешь, как разгрузит. Ты просто, я знаешь, как делаю? Прикинь, я, короче, ну там, у меня бывают месяцы, там, где 20 часов, у тебя 25 перелетов. Ну просто жесть. Ты так три часа тебе лететь, три с половиной. Ты так, ну вот, открыл, короче, и вот он самолет уже садится, тебе уже по-брасски закрой, короче, а ты из АПГ не вылез. Ты, короче, прикинь, ВПГ хотя. Я, короче, как тебе объяснить? Короче, вот я человек, который вот просто вот там, туда бежит, там, тут проекты, я не системный максимально. Но когда меня научили некоторым инструментам, а прикинь, теперь вот у меня есть помощник, замдиректора, короче, и так далее. И я, короче, прикинь, вписываю эту всю херню, вот я вписываю просто в Excel-ку и отправляю помощнику, прикинь, вдумайся, и дальше внизу. И потом я прихожу через неделю на план фактов. Мне говорят, короче, смотри, ты там, ты сказал превьюшки сделать, то, сё, пятое, десятое. Смотри, мы вот это сделали, вот это, вот это нашли. И у тебя такие, смотри, видишь, мурашки. И ты такой работаешь, ты такой работаешь, понимаешь? То есть вот я тебе искренне рекомендую, то, что я тебе сейчас сказал, мы сейчас, когда ещё выйдем, я тебе прям скажу, что ознакомиться, найти. Мне эта жизнь разгрузила просто жизнь. Я вижу твою жизнь, я понимаю, что у тебя происходит, тебе вот эта штука прям нужна максимально, прям вот кайфанёв. Да, да, но у меня аж так Сибирь работала. Это ж у меня был чувак, ну, который мой партнёр, он всё по этой. Да, это менеджмент. Да, это менеджмент Пиковский. А мы же, блядь, кто? Мы же, блядь, мы же этого не знаем. Ну, потому что, поэтому я беру людей таких в партнёрах системных. Он всё, у нас вся Сибирь так построилась за это. Чётко прям вот всё. Это системные люди, которые вот меня усиливают. Но это даже, наверное, ну, спасибо за совет, это наличное, это к личной эффективности. К личной, ты любые, любые задачи, ты можешь, понимаешь, вот по этой модели ты можешь расписать всё, что угодно. Ты можешь даже личную жизнь плюс-минус так расписать, если тебе нужно, понимаешь. То есть, ну, я образно говорю, конечно, аутрирую, но любой проект, точно он любой, неважно, какая сфера, хоть тапочки продавай, хоть дома строй, хоть что угодно. Если у тебя есть хотя бы два человека в команде, ты должен использовать вот эти инструменты, которые важны. Да, и чем больше, тем больше будет. Я кайфанул. Кайф. Ну, видишь, мы растём потихоньку. Давай, желаю тебе роста, ты красавчик, да, чтобы... В общем, пацаны, пишем комментарии, возможно, будет у нас вторая часть после следующего приезда. На Бали уже. А может, на Бали. Прилетит на Бали, на Бали, да. У меня там всё есть для съёмок. Возможно, да. Забахаем. Всё. Всех обнял. Давайте. Пор фавор, амиго, кипасса, бляхомуха. Туши, Стас. Угу. Нормальный. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Кулакова 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 Продолжение следует...